ответ и попросил прийти по его координатам. Он ответил ей словом, срочно. Они были очень близко к резиденции гильдии. Если эта битва превратится в рейд гильдии, все закончится в мгновение ока. Рей сразу понял эту идею и начал рассылать сообщения всем своим друзьям в гильдии. Распространить информацию было несложно, и вскоре собралась большая толпа. Лем, сражавшийся с Осой, увидел это и усмехнулся. Большое количество игроков не всегда означало более гладкую битву. Он знал, что у Рея были добрые намерения, но это легко могло иметь неприятные последствия. Их гильдия на данный момент была полна шпионов и сомнительных игроков. Остальные были слепыми фанатиками двух сестер. Были и нормальные игроки, но уровень их мастерства был не так хорош. Таким образом, в этой ситуации более половины атак могли бы обрушиться на него, а не на Осу, и они, по сути, подавили бы его. Однако Лем не был новичком. Он прекрасно знал, как поступить в этой ситуации. В тот момент, когда он увидел приближающуюся толпу, он сразу же начал менять свою позицию. Он позаботился о том, чтобы толпа из гильдии видела Осу, а его собственная спина была прижата к холму. Огромная Оса служила для него щитом. Теперь, даже если его лояльные члены гильдии хотели помочь ему, они не могли этого сделать. Их единственным вариантом было напасть на Осу. Это сработало идеально, и с танкованием Лема другие игроки начали медленно истощать здоровье полевого босса. Но как можно было победить полевого босса только этим? Как только здоровье Осы упало до 75%, произошло нечто неожиданное. Огромная Оса снова взмыла в воздух, исчезнув в облаках. Все подняли головы, чтобы посмотреть на это. И у Лема появилось плохое предчувствие. Убегайте, закричал он, но было уже слишком поздно. Взлетевшая Оса теперь упала прямо посреди толпы. Она приземлилась на голову игрока и мгновенно пронзила 12 других вокруг себя. Глава 501. Самое время. А-а-а. Спасите меня. Кто-нибудь, исцелите меня. Раздалось несколько криков, когда Оса начала убивать всех окружающих ее игроков. Рей увидел это и потерял дар речи. Он не ожидал такого поворота событий. Дела шли все хуже и хуже. Теперь он по-настоящему понял силу босса в более высокого уровня. Если кто-то подумает, что он сможет просто победить этих монстров, используя только цифры, то это будет просто катастрофа. Серьезный просчет с их стороны. Рей смотрел, как Оса расчищает себе путь из крови и плоти и направляется в его сторону. Он быстро отступил на несколько шагов и продолжал безжалостно атаковать ее. Одна из его стрел нанесла критический удар и попала прямо в середину правого глаза Осы. Оса тут же застонала, и ее внимание переключилось на группу игроков на стороне Рей. Рея покрыл холодный пот. Блять, настала их очередь умереть. Весь этот бой должен был стать концом для их команды. Оса тут же перелетела в их сторону, но прежде чем она успела туда добраться, Лям снова появился перед ней и преградил ей путь. Бум. Его полуэпический меч задрожал, когда он столкнулся с сильными конечностями Осы. После поры обменов ударами Агроосы, наконец снова стабилизировалась, так как она не могла пройти мимо Ляма, но после ее атак осталось чуть больше половины группы. Среди них некоторые даже убегали, поэтому их число быстро сократилось вдвое. К счастью, наносимый урон все еще был не так уж плох. Пока Лям блокировал все ее атаки, здоровье Осы начало уменьшаться с 75% до почти 45%, когда она внезапно начала визжать, издавая ужасные пронзительные звуки. Босс взмахнул железными крыльями, и сильные звуковые волны и порывы ветра, смешавшись вместе, начали сеять хаос в группе. Многие игроки были просто удивлены, и даже Ляму было трудно прийти в себя. Он быстро начал возводить несколько ледяных стен и пытался сдержать урон и отразить атаки. Другие маги в группе также последовали его примеру и начали делать то же самое, но, в конце концов, было слишком сложно остановить Осу, и еще одна часть группы пала. Каждый порыв ветра, исходивший от Осы, начинал уносить как минимум двух-трех игроков. У тех, кто остался, было мало здоровья. Следите за ее движениями, попробуйте уклониться от атак, громко крикнул Лям. Некоторые пытались следовать его совету, но среди всего этого Хаоса и Суматохи немногие были способны следовать его словам. Оса продолжала сеять хаос и остановилась только через несколько секунд, убив еще одну группу игроков. На тот момент осталось едва ли около 20 игроков, но у Осы оставалось 40% здоровья. Однако без полной поддержки группы гильдии с этими 20 игроками было трудно заставить здоровье сдвинуться с места. Более того, похоже, Оса еще не закончила. Он готовилась к очередной атаке, когда внезапно прибыла новая группа игроков. Все не могли не повернуться, чтобы посмотреть на вновь прибывших, задаваясь вопросом, не учуяла ли какая-то другая гильдия запах их полевого босса и не пришла ли она сражаться. Как ни странно, у всех этих новых игроков была белая одежда и сильное присутствие. Никто не мог сказать, были ли они друзьями или врагами, но прежде чем кто-либо успел среагировать, два игрока из группы начали действовать первыми. Один из них прыгнул перед Осой прямо рядом с Лямом, а другой начал накладывать серию исцеляющих заклинаний. Теперь все поняли, кто эта группа. Алекс и Мея. Их подкрепление прибыло. Ты можешь оставить танкование мне, проворчала Алекс и заблокировала следующую атаку Осы своим щитом. Хех. И ты здесь. Лям усмехнулся и отошел. Теперь, когда ему больше не нужно было переживать о том, чтобы нести основную тяжесть атаки, он начал сам атаковать. И вот так здоровье Осы, которая застряла на 40%, снова начало уменьшаться. Лям знал, что у этого зверя, наверное, была еще одна взрывная атака, припасенная на последние несколько процентов здоровья, поэтому он уже был к этому готов. Через несколько секунд полоска здоровья достигла 10%, и Оса тут же издала громкий крик. Ее тело начало светиться красным, а жало увеличилось на несколько размеров в длину и толщину. В следующую секунду она начала махать крыльями, комбинируя атаку ветром со своим ядом, разбрызгивая яд повсюду. Это мгновенно привело к резкому снижению всех характеристик, и урон Ляма понизился. Однако у него как раз был подготовлен предмет для такой ситуации. Все отойдите. Он бросил одну из граната ранга прямо в Осу, а затем начал бросать один за другим несколько каменных шипов. Все они были нацелены на ее крылья. На этом он не остановился и продолжил атаковать Осу несколькими огненными шарами. В сочетании с ударом гранаты последние остатки здоровья пропали, и оса не могла ни от чего уклониться благодаря множеству удерживающих ее шипов. В конце концов, она замертво упала на землю. День унсупсцри бессистемное сообщение поздравляем. Вы успешно победили королеву Ос. День унсупсцри бессистемное сообщение. Вы первый, кто победил королеву Ос южных холмов. Ваши грандиозные достижения войдет в историю. День унсупсцри бессистемное сообщение объявление королевства. Поздравляем группу гильдии Багровая без нас победой над ужасающей королевой Ос. День унсупсцри бессистемное сообщение. Мировое объявление. Поздравляем группу гильдии Багровая без нас победой над ужасающей королевой Ос. Ура! Ура! Да-а-а-а! Мы сделали это. Услышав уведомления одно за другим, вся гильдия заволновалась и начала громко праздновать. Более того, это был инцидент, который произошел недалеко от их родной базы, так что все были невероятно взволнованы. Вся гильдия была в праздничном настроении. Конечно, среди этой толпы луна как всегда сделала свое дело и собрала весь лут, не оставив ни одного предмета. Лем сам собирался сделать то же самое, но увидев бегущую вокруг лису, остановился и с интересом наблюдал за малышкой. Пару секунд спустя к его ногам тут же были поднесены пять блестящих предметов. Кьюю. Лем брал предметы один за другим и внимательно их осматривал. Одним из них был кулинарный рецепт высокого уровня, в котором использовался мед. Другим было оружие. Остальные предметы представляли собой ядовитые мешочки, зазубренные ноги и твердые панцири, все части тела осы. И последнее, но не менее важное, как и ожидал Лем, у осы и вправду было ядро маны. Это было ядро маны среднего качества. Неплохо, Лем поместил все в свой инвентарь. С одной стороны, он был счастлив, что получил ядро маны. С другой стороны, ему нужно было охотиться на зверей на этом уровне, чтобы получить больше ядер маны. Это определенно потребует больших усилий. Он молча закрыл глаза и задумал, о том, где лучше всего формить эти ядра маны. Но вскоре рядом раздались шаги и вырвали его из раздумий. Лем, я хочу сказать тебе кое-что важное. Алекс тяжело дышала. А, что случилось? Лем удивленно приподнял брови. Вы наткнулись на какой-нибудь редкий квест в божественном храме? Нет, Алекс покачала головой. Ну тогда, что случилось? Стало известно. Серьезно сказала Алекс. Что стало известно? Спросил Лем, но у него уже было предположение, о чем она говорит. Подтверждая его мысли, Алекс ответила. Известно об игре и связанных с ней смертях. Хех. Самое время. Глава 502. Игра запрещена. Увидев, что Алекс и Лем разговаривают, Рей поспешно подбежал к ним. Братан, прости. Это была моя ошибка. Я облажался, позвав всех. Хэм? Лем покачал головой. О чем ты говоришь? Оса была очень близко к резиденции гильдии. Даже если бы ты не позвал всех, в конце концов все бы заметили. Ах, ну да. Хорошо. Хватит об этом. Босс повержен, так что это все, что имеет значение. Лем посмотрел на Алекс, которая ждала его следующего шага. Дай мне несколько минут. Позволь мне сначала выйти из системы и все проверить. Мы можем встретиться через час. Лем кивнул и быстро вышел из системы. Затем он поспешно вылез из капсулы и включил телевизор. Бинго. Как и сказала Алекс, заголовки гласили. Игра, которая убивает. Остерегайтесь новой видеоигры Эволюция. Онлайн. Игроки, играющие в эту игру, подвергаются сильному удару тока и умирают из-за различных проблем со здоровьем. Недавние необъяснимые смерти связаны с загадочной видеоигрой Эволюция. Онлайн. Правительство просит всех прекратить играть в эту игру. ВОЗ настоятельно рекомендует всем отказаться от использования любых игровых капсул виртуальной реальности. Любой, кто будет замечен за игрой, будет оштрафован, а игровые капсулы конфискованы. Игра Эволюция. Онлайн в обозримом будущем будет запрещена. Лем некоторое время продолжал смотреть новости, переключая разные каналы. Похоже, Алекс была права. Информация и правда просочилась. Каждый канал сообщал новости более возмутительные, чем предыдущие, но все в основном говорили одно и то же. Игроки, играющие в игру, загадочным образом умерли. Однако больше они ничего не уточняли. Точных деталей не было. И точно так же, как и в его прошлой временной шкале, в этой тоже правительство делало все возможное в тщетной попытке полностью запретить игру. Думая об этом сейчас, Лем мог только усмехнуться. На самом деле, несмотря на то, что правительство настоятельно рекомендовало несколько вещей по телевидению и в интернете, за кулисами они на самом деле делали что-то другое. Они не раскрывали всех подробностей о смертях, связанных с игрой, и держали при себе настоящие факты. Это привело к тому, что люди поверили, что простой вход в игру опасен. Так что все вообще перестали играть в игру, ну, по крайней мере, большая часть населения. Биржевые цены на золото также упали. Не только это, но и военные, и правительство начали вступать в игру в полную силу. Они также позволили войти в игру различным корпорациям и большим семьям. В то время как остальная часть страны послушно слушала их так называемые правила, они действовали у всех за спиной и использовали этот шанс, чтобы прочно закрепиться. Они также переманили нескольких сильных игроков из различных гильдий, угрожая им тюремным заключением и их реальными активами. Вот почему было очень важно не допустить утечки личности. Ублюдки. Лем покачал головой и плюнул на них. Затем он продолжил смотреть новости еще несколько минут, прежде чем заказать еду и освежиться. Через час он снова зашел в игру. Пришло время реализовать некоторые вещи. Братан, мы здесь. Рей помахал ему. Алекс, Мия и Рей стояли на том же месте. Пойдемте в резиденцию гильдии и поговорим. Мы все равно очень близко. Лем помахал им в ответ, и группа перенесла встречу на базу гильдии. Лем, что-то изменилось? Спросила Мия, как только увидела его вблизи. Что ты имеешь в виду? Новости? Нет, ты. Ты сильнее. Намного сильнее. Я имею в виду, что после достижения 50 уровня что-то случилось? Спросила она снова. Лем весело ухмыльнулся. Глаза этой девушки были такими же острыми, как всегда. Да. Кое-что и вправду изменилось. Он достал ядро маны, который выронил полевой босс, и показал его Мии. Это ядро маны. Ау. Не только звери, но и люди способны формировать эти ядро маны. Когда достигают 50 уровня, жрица божественного храма сможет тебе помочь. Перед этим подними свою репутацию, насколько это возможно. Она может даже дать тебе специальные техники или специальный квест для самого ядра. Но чтобы это ни было, обязательно сначала поговори со мной. Я могу сказать тебе, есть ли лучшая альтернатива. Спасибо, Мия кивнула. Сейчас она была на 44 уровне, и ей еще предстояло пройти долгий путь, чтобы достичь 50 уровня. Но чувствуя, насколько сильным было простое присутствие Ляма, она не могла дождаться, чтобы достичь этой стадии. Вчетвером они молча вернулись в резиденцию гильдии, все поглощенные своими мыслями, и, наконец, после того, как группа расположилась в одном из конференц-залов, Лям нарушил тишину. Пришло время ввести наши специальные ранги гильдии. Все посмотрели на него, нервно сглатывая, и Лям продолжил. Отправьте предложение контракта всем. Теперь они могут быть внутренними членами гильдии или внешними членами гильдии. Наказанием для внутренних членов за любое предательство является необратимая смерть души. Это должно быть очень понятно. Супер бро. Рей громко закричал. И Алекс, и Мия злобно взглянули на него, но тоже кивнули в знак согласия. Просто видя, как разворачивается битва с полевым боссом, было понятно, что им нужно больше организованности и меньше хаоса. И если таким был только полевой босс с 55 уровня, то как насчет всех боссов подземелий, полевых боссов 60 уровня и выше и прочей высокоуровневой элиты. Командная работа становилась все более и более важной, и им нужно было удалить всех пиявок из своей гильдии. Так что это было идеальное время, чтобы реализовать этот план. Лям, определенно будет большой переполох, сказала Алекс. Все в порядке. У меня есть план на этот счет. Лям улыбнулся. Мы начинаем проходить подземелья и прокачивать уровни. Когда они увидят преимущества, которые они могут получить, будучи внутренним членом, они постепенно успокоятся и начнут думать о гильдии как о своем доме. Поэтому мы будем много работать вместе в течение следующих нескольких дней. Что? Серьезно? Рей в шоке встал. Увидев это, Алекс быстро успокоила его. Какого черта ты так волнуешься? Ты все равно не можешь пойти с нами. Тебе нужно сначала наверстать упущенное. Рей понял этот момент, и ему сразу стало грустно, но ненадолго. Он еще раз усмехнулся и самодовольно задрал нос. Все в порядке. Братан дал мне особое задание, так что я его выполняю. Какое особое задание? Спросила Алекс, но парень не ответил ей и таинственным образом убежал, подмигнув Ляму. Этот паршивец. Алекс захотелось избить его. Глава 503. Вас тащит, в какое подземелье мы сейчас направляемся? Спросила Алекс Суляма, пока остальная команда быстро собиралась. Помимо их команды из 15 человек со сродством к божественности, было также несколько новых лиц, которые подписали новые контракты. Все выглядели очень взволнованными. Также появился новый рейтинговый список, который определял ранг отдельного игрока в гильдии. И так как все они присоединились, сразу же оказалось, что эти 10 человек расположились в верхней части списка. Из того, что они могли видеть, гильдия очень ценила лояльность, поэтому они были рады, что приняли это решение. Все выжидающие посмотрели на Ляма, чтобы узнать, в какое подземелье они собираются отправиться. С другой стороны, Лям был до странности тихим. Через пару секунд он, наконец, повернулся, чтобы посмотреть на Алекс Семью. У вас есть какие-нибудь квесты в подземельях для божественного храма? Ах, да. Есть одно. Подземелье Даркхолд 45 уровня. Мы не пытались его пройти, потому что все еще пытаемся повысить наш общий уровень. Лям кивнул. Оно должно идеально подойти. У нас есть команда почти из 30 игроков. Мы можем попытаться пройти подземелье. Ах, вы серьезно? Большинство из нас все еще только 30 уровня. Как мы можем пытаться пройти подземелье 45 уровня? Это самоубийственная миссия. Какого черта? Мы допустили ошибку, когда подписывали контракты. Слова Ляма шокировали всех собравшихся, и группа начала не согласна бормотать и шептаться. Однако две девушки, стоящие рядом с Лямом, таких сомнений не выказывали. Они обе молча согласились и начали обмениваться предметами и готовиться к рейду. Глядя на них, у остальных не было другого выхода, и они поступили так же. К счастью для них, подземелье Даркхолд находилось недалеко. Им нужно было пройти всего несколько часов пешком, и группа достигла подземелья 45 уровня, которая находилась недалеко от города божественного храма. И когда они прибыли туда, Лям, который все это время молча сидел на луне, отдыхая с закрытыми глазами, наконец спрыгнул на землю и заговорил. Все, у кого есть сродство к божественности, должны быстро отправиться в храмовый город и получить бафы. Что за бафы? Половина группы была в замешательстве, но другая половина точно знала, что делать. Затем их группа ушла и снова прибыла через пару часов. Столько времени потрачено впустую. Этот баф и вправду того стоит, кто-то громко прокомментировал сзади. Лям не стал отвечать парню, и группа быстро вошла в подземелье без каких-либо других инструкций. Как только они сделали шаг внутрь, к ним бросилась группа разгневанных демонов. У всех этих демонов было три красных глаза и пять рогов, торчащих из головы. Из самого начала эти демоны начали бросать в группу различные огненные атаки. Пецописание монстра вулканический демон 43го уровня. Пецописание монстра вулканический демон 43го уровня. В самой первой толпе было всего 9 таких вулканических демонов, и все сразу уже атаковали их. Что за черт? Группа начала паниковать, и казалось, что они просто идут на командное самоубийство. Но в следующую секунду Алекс небрежно взяла на себя четверых демонов, а трое других паладинов взяли на себя оставшихся демонов. После этого все быстро пришли в себя. Команда исцеления, которая состояла из 10 человек, начала применять различные заклинания и восстановила все здоровье, а остальная часть группы оказала поддержку в нанесении урона. Группа приняла лучшие построения, и вулканические демоны медленно один за другим начали падать. Блять, мы и вправду сможем уничтожить толпу 40-го с лишним уровня. Это безумие. Да. Почему-то я думал, что подземелья будут сложнее. Хаймымым. Я тоже. Мы должны были сделать это раньше. Да. Я согласен. Особенно, если бы у нас были лучшие инструкции, этот забег мог бы пойти намного быстрее. Кто лидер группы? Некоторые члены группы были недовольны тем, что не получали четких инструкций. Однако один из священников из божественной команды быстро их заткнул. Вам лучше перестать болтать и сосредоточиться. О чем вы думаете? Этих демонов убивают из-за ваших совместных усилий? А. Присмотритесь хорошенько. Вы, кучка нубов. Знаете, почему вам не дали указаний, потому что вы не нужны. Так что заткнитесь, смотрите бои с открытыми глазами, и тогда, может быть, в следующем забеге вы сможете быть полезны. Священник жестоко высказался этой группе, и группа игроков не могла поверить в то, что услышала. Только пару минут спустя они смогли принять его слова. То, что сказал священник, было правдой. Среди всего урона от группы один человек в одиночку нанес урон эквивалентной целой группе. Это был никто иной, как лидер их группы и предполагаемый настоящий лидер гильдии. Это была способность игрока 50 уровня. Все не могли поверить своим глазам. Те немногие из них, кто никогда не встречался и не знал олями, тут же притихли и стали с восхищением наблюдать за ним за работой. Все вулканические демоны падали один за другим под его постоянным шквалом атак. Внутри огромных руин несколько появившихся мобов были уничтожены в один миг. И не только лям, но и все игроки со сродством божественности также показали лучшие результаты. Баб божественного храма длился 10 часов и был имбовым, увеличивая атрибуты каждого на 10%. Как будто этого было недостаточно. Лям был не единственным игроком, который доминировал. Все игроки со сродством божественности, казалось, были очень хорошо скоординированы. Мия и Алекс уже были известны, но остальная часть команды также очень хорошо координировала свои действия. Внезапно новые игроки, только что присоединившиеся к группе, очень занервничали. Их тупо тащили. Все сразу же начали делать все возможное, чтобы в будущем у них было больше таких шансов и быстрее поднимались по служебной лестнице. Из-за новостей о смертях, связанных с этой игрой, большая часть базы игроков временно вышла из системы, поэтому те, кто сейчас оставался, ни в коем случае не были обычными. Именно поэтому Лям взял с собой эту группу игроков, чтобы увидеть их уровень мастерства. По крайней мере, у них хватило смелости бросить вызов приказу своего правительства, подумать самостоятельно и принять решение. В противном случае они бы не вошли в систему и не играли бы в данный момент. И его догадка была не ошибочной. Среди этих игроков Лям увидел пару хороших игроков, уровень игры которых был намного выше среднего. Их талант сиял среди других, стоящих рядом с ними. Неплохо, Лям цокнул языком и продолжил убивать демонов. Сейчас было слишком рано судить, поэтому он пока ничего им не сказал. Глава 504. Море пламени. После первых нескольких минут все разногласия внутри группы молча разрешились, и все очень хорошо поработали вместе. Вскоре они добрались до первого босса подземелья Даркхолд. Это был трехголовый вулканический демон, наносивший урон как стихией огня, так и стихией тьмы. 15 игроков со сродством к божественности уже чувствовали сильную подавляющую ауру этого босса. Хаймымым. Я не ожидала увидеть здесь босса темной стихии. Алекс нахмурилась. Конечно, хоть один тут, но должен был быть. Ты думала, что подземелье будет легким? Так как у вас есть специальный квест из божественного храма? Вам, ребята, будет сложнее. Объяснил Лиам. Наверное, в этой игре вообще есть легкие квесты. Алекс ворчала. Да. Тебе просто нужно знать, где их искать. Лиам ухмыльнулся и отступил назад. Я сосредоточусь исключительно на нанесении урона, так что вы трое должны танковать босса. Меняйте агро после каждой сильной атаки. Сильной атаки? Алекс приготовилась взять на себя босса первый. Да, каждые 10% этот демон будет выпускать шары черного огня. Все должны сразу же отступить и спрятаться за этим огромным камнем для укрытия. Лиам первым подошел к углу огромного пространства и начал передвигать несколько камней. Это был кратчайший путь к сражению с первым боссом. Все молча кивнули и, подождав пару секунд, Алекс начала следующий бой, бросая свой щит, как бумеранг. Раздался громкий звук, и трехголовый демон распахнул глаза, гневно на них зарычав. И всплыло небольшое число урона. Сто начальная атака Алекс нанесла только этот небольшой урон. Все сглотнули, взглянув на шкалу здоровья босса. У него были колоссальные 10 миллионов здоровья. Этот демон был намного хуже полевого босса, с которым они только что столкнулись. Смогут ли они и вправду справиться с ним? Словно отвечая на их сомнения, демон громко взревел и побежал к Алекс, разгневанный ее нападением. Он поднял свою огромную руку и нанес сильный удар, отбросив ее на пару шагов. Если бы это был кто-то другой, они были бы отброшены в сторону прямо сейчас, но Алекс сумела устоять. Ее тело окружало яркое сияние, божественная мощь. Она использовала первый большой баф, который у нее был. Это означало, что до того, как закончится баф, они должны были забрать первые 10% здоровья босса. Всем сосредоточиться. Тот, кто не выложится должным образом, будет исключен из команды на следующий заход. На этот раз Мия отдавала приказы. Она видела сомнения и нерешительность в группе, поэтому вмешалась. И как только она сказала это, Лям сделал первый шаг. Он выпустил пять огромных ледяных копий одно за другим, все они были нацелены на жизненно важные части огромного демона. Затем он, не останавливаясь, начал создавать несколько каменных шипов на земле прямо под демоном, тем самым сковывая его движение. Вот оно. 20 секунд божественной мощи подходили к концу. Остальные тоже начали спешно проводить все атаки, какие только могли, надеясь, что этого будет достаточно. Все почти затаили дыхание, наблюдая, как плывут цифры урона. 100, 200, 115, 50. Что это были за жалкие цифры? Однако среди этих жалких цифр появилась еще одна серия урона. 5, 000, 6, 000, 4, 700. Этот набор урона был совсем другого масштаба. Нелепая защита первого босса почти не имела значения для этих атак. Удивительно, все быстро взглянули на Ляма, прежде чем вернуться к боссу. Никто не осмелился прекратить атаку. Это было потому, что даже со смехотворными цифрами урона Ляма было невозможно снизить 1 миллион очков здоровья за первые 20 секунд до того, как божественная мощь пройдет. Такими темпами он максимально сможет сбить 100 тысяч очков здоровья. Не более. Однако в следующую секунду группа снова была удивлена. Сотворив первую партию ледяных копий и каменных шипов, Лям не остановился на достигнутом. Он продолжал атаковать демона различными атаками, одной за другой. Какого черта у него столько маны? Все замерли от шока. Его атаки сильно отличались от атак других магов в группе. Он почти не тратил время на каст. Его ледяные копья были больше, а каменные шипы острее и крепче. Как будто он был магом на совершенно другом уровне. Четыре других игрока мага в группе не могли приблизиться к его уровню. Они могли только наблюдать и пытаться учиться у него, но это, казалось, было бесполезно. Как только каждая атака попадала в цель, следующая атака летела сразу же за ней, практически без траты времени на каст, ноздря в ноздрю. Как будто это была настольная игра, и кто-то постоянно спамил одним и тем же действием. Но эволюция онлайн была другой. Нужно было активировать навык, что занимало фиксированное количество времени. Так как же этот игрок смог достичь такой уникальной скорости? Пока все смотрели, здоровье демона начало быстро падать, и до истечения 20 секунд его здоровье упало примерно на 900 тысяч энер. Теперь осталась последняя часть. Все быстро использовали все свои заклинания и спамили всеми возможными атаками. Мия также перестала поддерживать Алекс и присоединиться, чтобы нанести остальную часть урона, в конце концов снизив здоровье на первые 10%. Сейчас крикнул Лям и тут же убежал. Мия, другие целители и остальная группа тоже побежали к небольшой груди камней. Алекс тоже побежала, оставив танковать следующего человека, который тут же применил божественную мощь. Этот навык, который давал 20-секундный иммунитет на 70%, был ключом к этой битве. И точно так же, как по часам, демон поднял свои три головы и послал три серии атак. Одна была чистой огненной атакой, одна была атакой темного элемента, а последняя представляла собой комбинацию атак типа огня и тьмы. Все пространство наполнилось огнем. Было похоже, что они плыли по морю огня. Конечно, это было за исключением того места, где импровизированная каменная стена не позволяла огню проникнуть внутрь. Какая божественная стратегия. Все покрылись холодным потом, только представив, какой урон они могли бы получить. Все они были бы убиты одной атакой. К счастью, кто-то знал, как решить эту проблему. Но они еще не были вне опасности. После того, как пламя погасло, группа снова бросилась на свои позиции. Они должны были сбить следующие 10% здоровья демона. Вторые 10% здоровья по какой-то причине уменьшались намного быстрее, чем первые 10% здоровья, и вскоре пришло время снова убегать и прятаться. Все недоумевали, как это возможно, ведь лям с самого начала выкладывался на полную катушку. Только потом они заметили лениво прогуливающуюся маленькую лисичку. Глава 505. Сжечь. После первых двух схваток все следовали правилам и бегали туда-сюда, быстро уменьшая здоровье огромного трехголового демона. В какой-то момент один игрок совершил ошибку, слишком увлекшись нападением на демона и забыв вовремя убежать и спрятаться. Он чуть не погиб, но Мия спасла его и быстро пополнила его шкалу здоровья. С уроном ляма, ее лечением и тремя танками, отлично выполняющими свою работу, проиграть было почти невозможно, и первый босс быстро пал. Им и вправду удалось стереть все 10 миллионов очков здоровья. День унсупсцри бессистемное сообщение. День унсупсцри бессистемное сообщение. День унсупсцри бессистемное сообщение. Все сразу же получили уведомления об очках опыта, и их было довольно много эволюции. Онлайн была игрой, в которой вы получали много бонусов за победу над монстром выше вас по уровню, поэтому каждый получал щедрые награды в диапазоне от 10 до почти 50 тысяч опыта. Лям, с другой стороны, увидел жалкие тысячи очков опыта. Это было потому, что монстр был более низкого уровня, чем он. Но ему было все равно. Все, что ему было нужно от этого большого парня, это дробь. Он наблюдал, как луна металась, тут же собирая все, что было в поле зрения, и принесла ему. Хорошая девочка. Лям усмехнулся. Всего было три вещи. Все наблюдали за ним, когда он наклонился, чтобы рассмотреть дробь. Всем было интересно взглянуть, но ни у кого не было надежды, что они получат долю. Но неожиданно Лям бросил первую вещь одному из магов сбоку. Это был тканевый доспех. Вот, держи. Он должен улучшить твою ловкость и скорость каста заклинаний. Ах, спасибо. Большое спасибо, босс. Парень был удивлен и быстро одел доспех. Следующим предметом был странный драгоценный камень, который Лям бросил в свой инвентарь, а последним предметом стала долгожданная книга навыков. Это была причина, по которой он выбрал это подземелье в первую очередь, поэтому он не планировал отдавать ее кому-либо. Я изучу ее, объявил он и открыл книгу. В следующую секунду книга исчезла, а Ляму пришло уведомление. День унсупс3. Бессистемное сообщение. Вы изучили новый навык кольцо огня. Бадгелист персонажа кольцо огня создает вокруг врага неугасимый огонь, который сжигает его при контакте. Потребление. 2000 маны. Время восстановления. Один минута. Неплохо. Ляму видел этот навык, и ему не терпелось опробовать его. Этот навык может нанести больше урона, чем простой огненный шар. Хорошо. Идемте. Следующий босс. Никто особо не нуждался в отдыхе, поэтому группа продолжала двигаться. Они находились на равнине, и им не потребовалось много времени, чтобы заметить следующую толпу. Несколько вулканических демонов сбились в кучу и, увидев группу людей, идущих вперед, сразу же бросились к ним. Алекс и два других танка паладина быстро бросились им навстречу и ударили их щитами. К этому моменту атаки демонов стали несколько предсказуемы, поэтому они легко блокировали атаки. При поддержке Ляма и других они прорвались сквозь толпу. У Ляма даже не было возможности опробовать новый навык. Группа продолжала неудержимо продвигаться вперед, пока они не достигли второго босса, который был огромным вулканическим змеем. Как и у Наги, у этого демона было змеиное тело, но у него также было три глаза и пять рогов на толстый кирпич на красной голове. Алекс и все посмотрели на Ляма в поисках какой-то стратегии, но на этот раз он только улыбнулся в ответ. Против него не было стратегии, так что сказать было нечего. Лям на мгновение остановился и вспомнил кое-что об этом. Остерегайтесь подземных атак, добавил он, если маленькие камни и песок рядом с вами начинают вибрировать, вам нужно убегать. Но примите этот совет с небольшим количеством соли, один. Все сглотнули и приготовились. Это будет сложно. Они уже поняли это. У Алекс также было серьезное выражение лица, когда она кивнула и начала битву. Огромный демон, зашипев на нее, бросился на группу. У Алекс были некоторые проблемы с агро, и вулканический змей сумел наброситься на часть группы, забрав приличную часть здоровья примерно у десяти игроков. Лям быстро отпрыгнув назад, уклонился от удара. Это был его первый раз, когда он столкнулся с этим боссом. Он видел видео, читал об этом подземелье, но он впервые столкнулся с ним лично. Так что даже Ляму потребовалась секунда, чтобы привыкнуть к механике. К счастью, у них было исцеление Ме, которое пополнило шкалу здоровья каждого. Назад следите за хвостом. Лям громко закричал и начал атаковать, он не хотел, чтобы босс слишком сильно буйствовал. Атаковав его несколькими ледяными копьями и каменными шипами, он активировал свой недавно приобретенный навык кольцу огня. Почти мгновенно вокруг вулканского змея появился круг бушующего пламени. Невероятно, Лям ахнул от прекрасного зрелища. Луна тоже выглядит счастливой, как звере огненного типа. Она с тоской посмотрела на этот навык, а затем на Ляма. Следующий навык, твой, Лям усмехнулся. Специально для этого босса этот навык показался слишком хорошим. Пока змея постоянно металась, пытаясь одолеть Алекс и задушить ее, части ее хвоста неоднократно сталкивались с пламенем, и каждый раз, когда это происходило, большой кусок здоровья исчезал. 7000, 5000, 6000, начали появляться несколько огромных чисел. Некоторые из них уже превышали урон от атаки огненными шарами. Я так и знал. Это эффект более высокоуровневого заклинания. Мне нужно получить больше заклинаний и потренироваться с ними. Лям облизал губы и начал бить вулканического змея новыми копьями и шипами. 1. Относиться к чему-либо недоверчиво, скептически. Глава 506. Квест подземелья. Второй босс был намного сложнее, чем первый, потому что у группы не было никакой стратегии, но, так как урон, наносимый Лямом, значительно увеличился, битва проходила довольно гладко. На земле ярко горели несколько огненных колец, и каждый раз, когда змей пересекал эти кольца, он получал множественные точечные повреждения. А так как большая часть механики этого босса полагалась на его быстрое передвижение, прокладывание подземных ходов и выскакивание из ниоткуда, то он легко застревал в многочисленных огненных кольцах. Игрокам было трудно не попасть в эти кольца, но, так как скорость вулканического змея была довольно большой. Прежде чем он смог что-либо сделать, его здоровье уже было близко к нулю, и Лям забрал последнюю часть здоровья, используя навык молния. Тум, огромный змей безжизненно упал на землю. Он умер, заговорил кто-то, глядя на труп перед собой. Они не могли поверить, что все наконец закончилось. Весь бой был совершенно хаотичным, и казалось, что все, что они делали, это бегали. При этом ни один игрок не погиб. Все они слышали, что хороший целитель может сам спасать всю команду, но они впервые видели это. Какой высокий уровень мастерства. Если бы они все обладали такими навыками, возможно, битва закончилась бы намного раньше. Человек, на которого все смотрели, Мия молча подошла и взяла два предмета у своих ног. Затем она подошла к Ляму и отдала их ему. Луна также подбежала к нему и принесла два других дропа. Из босса выпали четыре вещи, такое количество выпадало довольно редко. Лям посмотрел на первые два предмета, которые снова были драгоценными камнями причудливой огранки. Они были похожи на предыдущие. Увидев это, он сразу же посмотрел на Мию и спросил. Какой у вас квест в этом подземелье? Мия покачала головой. Нам нужен предмет. Наверное, он у последнего босса. Какой предмет? Посох Верховной Жрицы. Затем она пересказала полное описание квеста. Один из учеников Божественного Храма украл посох Верховной Жрицы, но из-за негативных чувств стал уязвимым для демона и стал одержимым. Задача состоит в том, чтобы вернуть этот посох и убить предателя. Лям кивнул. Похоже на довольно простой квест. Вы еще не прошли этот квест только потому, что это подземелье высокого уровня. Мия улыбнулась. Да. Кроме того, этот квест является цепочкой квестов С-ранга. Хорошо, теперь Лям понял. И, что удивительно, он достал три драгоценных камня, которые выпали из этих двух боссов. Ты должна взять это. Я почти уверен, что они тебе нужны. Мия взяла их. Когда она держала эти драгоценные камни, она могла смутно ощущать в них Божественный элемент, так что слова Ляма имели смысл. Она взглянула на парня, который уже был занят изучением следующих двух вещей. С ее сродством и с СС-ранга даже она упустила эту очевидную подсказку, тогда как он понял, Мия тихонько вздохнула. По сравнению с другими ее можно было бы назвать талантливой, но по сравнению с настоящими монстрами, такими как он, она была слаба. Она молча отступила назад, прокручивая битву в голове, чтобы понять, как она может стать сильнее. Следующие две вещи были браслетами. Ничего особенного, просто предметы, которые значительно повышали характеристики. Но браслеты всегда были желанным драпом, потому что игрок мог носить пять или даже шесть браслетов на каждой руке. Тот, что давал плюс 10 к интеллекту, Лям взял себе, а другой, дававший плюс 10 к силе, отдал Алекс. Ты уверен? Алекс не думала, что она что-то получит, но Лям пожал плечами. Им еще предстояло пройти следующего босса и последнего босса, и было важно поднять уровень группы или хотя бы уровень ключевых игроков, чтобы все прошло гладко. Сделав пятиминутную передышку, группа убила следующую толпу вулканических демонов и направилась дальше внутрь руин. Там их ждал третий босс. Это был крылатый вулканический демон с красными глазами и десятью рогами. Он был очень страшным. Он, наверное, был самым уродливым, но и самым страшным боссом, которого они видели. Все сосредоточьте свои атаки на рогах. Нам нужно сломать его рога до того, как здоровье упадет до 50%. Лям кивнул Алекс, чтобы она начинала. Она сделала паузу на мгновение и обдумав слова Ляма, на этот раз она использовала бросок щита и удар правосудия вместе, чтобы начать бой, целись прямо в один из рогов. Тяжелый предмет ударился о крепкий рог, издав громкий лязгающий звук, за которым последовало что-то похожее на треск. Хорошая работа. Сначала сосредоточьтесь на этом роге, закричал Лям и начал атаковать. Остальные последовали его приказу, и не прошло и секунды, как первый рог уже отпал. Затем группа сосредоточилась на оставшихся рогах, как и сказал Лям. По ходу боя они могли видеть, что это был не самый эффективный способ атаковать босса, потому что рог по какой-то причине имел более высокую защиту, чем остальная часть тела демона. Тем не менее стратегии Ляма дали им возможность быстро победить обоих боссов, поэтому они не подвергали сомнению его тактику. Кроме того, никто не мог предложить никаких альтернативных планов. Здоровье босса медленно падало, и группа уже сломала шестой рог. В этот момент вулканический демон пришел в ярости начал в бешенстве прыгать. Все смотрите на его глаза. Если он смотрит на вас, убегайте, крикнул Лям. К счастью, он успел предупредить вовремя, и группе удалось чудом избежать атак босса. Однако, постоянно перемещаясь, они больше не могли фокусироваться и нацеливаться только на рога, и их атаки попадали повсюду. Это снизило здоровье демона еще ниже, почти до 60%. Однако оставалось еще три рога. Все, прекратите атаковать, снова крикнул Лям. Такими темпами они не успеют. Лучше всего было подождать, пока босс перестанет так много прыгать, а затем снова нацелится на рога. Однако это было легче сказать, чем сделать, потому что демон не облегчал им задачу. В руке у него была огромная дубина, и, используя порывы ветра из крыльев, он двигался с невероятной ловкостью. Все едва избежали участи быть раздавленными в лепешку. Как будто этого было недостаточно, как только они перестали атаковать, здоровье демона снова начало увеличиваться. Похоже, у этого парня была небольшая пассивная регенерация, и его здоровье вернулось к 65%. Глава 507 Испепеляющий торнадо Блять, Ляму не нравилось происходящее. Им нужно было действовать быстро. У демона осталось всего три рога, но их невозможно было уничтожить. Возобновляйте атаку. Не сдерживайтесь. Цельтесь врага изо всех сил. Лям решил немного изменить тактику. Это было лучше, чем позволить боссу вернуть 100% здоровья. Это не только сведет на нет всю их тяжелую работу, но и станет серьезным моральным ударом. Все поняли, что происходит, и тут же снова начали атаковать босса. Здоровье, которое, казалось не двигалось, снова начало падать. В это время даже прицел Ляма чуть пострадал, потому что проклятый босс скакал туда-сюда, и только 95% его атак достигали рога. Луна, Мия и другие дамагеры старались изо всех сил, и, наконец, когда здоровье упало до 50%, им удалось уничтожить еще два рога. Теперь остался только один. Блять, Лям тут же огляделся. Это было плохо, и он пытался понять, можно ли что-то сделать. Однако спрятаться было просто некуда. Мия, приготовь все свои заклинания исцеления. Через секунду тебе придется их использовать, Лям крикнул, чтобы предупредить ее. Затем у него внезапно появилась идея, и он снова закричал. Все остальные, подойдите и встаньте прямо позади меня. Сформируйте конусообразную формацию. Все, включая целителей. Быстрее, Алекс. Быстрее, иди сюда. Сейчас. Отдав инструкции, Лям поспешно бросился вперед, чтобы встать перед двумя другими танками. Никто не понял, что происходит, но все быстро подчинились. Для них инструкция была простой и понятной. Им пришлось встать позади Ляма. Что касается причины, все поняли это в следующую секунду. Как только здоровье упало до 50%, демон начал махать огромными крыльями и создавать порывы ветра. Затем демон неожиданно поднял голову и начал призывать гигантский пучок молний. Этот пучок молний в сочетании с порывами ветра образовал гигантский торнадо, который мгновенно начал приближаться к игрокам. Или, точнее, Ляму, который бросил гигантский огненный шар в демона, чтобы согреть его на себя. Когда он был впереди, торнадо обрушился на его тело, угрожая разорвать его на части. Лям почти не мог справиться с силой ветра. Он вставил свой меч в землю и попытался стабилизировать себя, опираясь на меч всем своим весом. Однако каждый раз, когда порыв ветра торнадо наносил ему урон, он терял 200 очков здоровья. Такими темпами он очень быстро умрет. Но Лям не собирался просто так стоять. Не позволяя торнадо двигаться дальше, он начал возводить несколько барьеров, некоторые изо льда, некоторые из земли. Эти стены были разрушены силой торнадо, но когда они рушились, они уносили с собой небольшой процент его силы. Торнадо постепенно становился все слабее и слабее. Лям оглянулся и увидел, что демон был в ослабленном состоянии после применения этой атаки, так что пришло время сделать следующий шаг. Алекс, теперь ты танкуй. Мия, прикрой меня. Он громко крикнул и одним сильным движением вытянул меч с земли и позволил торнадо оттолкнуть себя. Алекс наблюдала за тем, что он делал, и быстро использовала свой щит, чтобы сдерживать атаку. Другие маги в группе подражали движением Ляма и начали возводить ледяные стены и каменные шипы. Двое охотников в группе отправили своих питомцев вместе с Лямом, и Луна тоже пошла за ним. Затем эта группа начала сражаться с главным боссом. Так как демон был в ослабленном состоянии, Лям использовал этот шанс, чтобы нанести максимальный урон, какой только мог. К тому времени, как торнадо потерял свою силу, он успел уничтожить оставшийся рог и, используя слабое состояние демона, снизил его здоровье до 20%. Затем другие игроки тоже активизировались и атаковали. Когда у босса оставались последние 5% здоровья, он громко взвыл и начал призывать еще один торнадо, на этот раз гораздо больший. Однако, когда он посмотрел вверх, он больше не мог вызвать молнию. Без молнии торнадо не смог набрать ни скорости, ни силы и развеялся. Все остальные не стали ждать, пока демон сделает вторую попытку, и поспешно забрали последние крупицы здоровья. Огромный демон, наконец, упал на землю, мертвый и безжизненный. Все смотрели на эту сцену с открытыми ртами, как будто все еще не могли в это поверить. Каждая битва с боссом была безумно сложной. Они могли только делать все возможное и следовать примеру, и каким-то образом в конце концов все получалось. Так же, как и босс, эти ребята тоже упали в обморок, остро нуждаясь в передышке. Ладно, давайте на этот раз сделаем 15-минутный перерыв. Лем хлопнул в ладоши. Затем он сел и начал есть мясо, которое приготовила для него Шиньюэ. Он дал один кусочек луни и нежно погладил ее по голове. Все прошло бы гораздо проще, если бы с нами была основная команда гильдии. Он усмехнулся. Не задерживаясь на этом, он начал вспоминать о последнем боссе все, что только мог. Это был самый сложный противник во всем подземелье, поэтому было бы глупо недооценивать его возможности. Даже этот бой был слишком сложным. Ему нужно было что-то придумать в последний момент, и, к счастью, это сработало. То, что только один человек блокирует атаку, а остальная команда прячется за этим человеком, на самом деле было механизмом какого-то другого босса, но в тот отчаянный момент разум Ляма перебирал все, что он знал, и у этого варианта были самые высокие шансы сработать. К счастью, они смогли использовать это и преодолеть еще одно препятствие без каких-либо жертв, несмотря на то, что в конечном итоге это было довольно рискованно. Лям не хотел рисковать с последним боссом. Они нуждались в хорошем плане. В противном случае они могут не пройти последнего босса. Эй, ты забыл дробь. Алик сбросила три предмета рядом с Лямом и села возле него. Если ты думаешь о стратегии победы над последним боссом, я тоже хотела бы помочь. Лям кивнул. Я не слишком уверен, но иногда вам придется лечить босса, его взгляд перешел к добыче и упал на одинокую книгу, лежащую среди двух драгоценных камней. Выпала еще одна книга навыков, его глаза расширились от шока, и он быстро схватил книгу. Это книга из пепеляющей торнадо. Из всех предметов, которые могли выпасть из босса, выпал основной предмет, который его интересовал. Похоже, мы все-таки сможем пройти это подземелье. Лям усмехнулся. Глава 508. Последний босс-день. Бадгелист персонажа из пепеляющей торнадо создает торнадо, который стреляет молниями. Область действия. Два метра. Потребление. Пять ноль 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 маны. Время восстановления. Пять минут. Лям посмотрел на описание навыка и был удивлен. Область действия в два метра была слишком хороша. Этот навык потенциально может быть использована как для атаки по нескольким целям, так и для атаки по одной цели. Пятиминутная перезарядка была немного неприятной, так как это означало, что он мог использовать этот навык только один раз за бой. Но время отката можно сократить, если он получит больше информации. Лям поспешно посмотрел на похожие навыки. Клинки ветра. Удар молнии. Я должен попробовать использовать этот навык. Он пробормотал себе под нос и встал. Олег смотрел, как парень убегает, как ребенок, который только что получил новую игрушку, чтобы поиграть с ней. Лям стоял в углу руины и активировал испепеляющий торнадо. Почти мгновенно поднялся огромный ветер, но не такой большой, как тот, что вызвал босс. Ветер быстро набрал скорость и превратился в торнадо. Весь ветер трещал от энергии. В следующее мгновение из этого маленького торнадо вырвалась пара молний. Одна попала игроку в бок, и парень закричал от боли. Босс, этот удар забрал у меня 500 здоровья. Лям удовлетворенно кивнул. Это было только начало. Он с нетерпением ждал момента, когда овладеет этим заклинанием. Он усмехнулся про себя и начал практиковать клинки ветра и удар молнии. Он практиковал эти заклинания, и когда перезарядка восстановилась, он снова активировал испепеляющий торнадо и попытался почувствовать это заклинание. Все не могли не смотреть на парня с восхищением. Все отдыхали, а тот, кто сделал максимум, не удосужился отдохнуть и сразу начал тренироваться. Трое магов в группе подошли ближе и молча наблюдали, как Лям использует заклинание. Лям увидел их и дал несколько советов. Вы должны визуализировать навык и почувствовать поток маны. Визуализируйте все от начала до конца, и вскоре вы также сможете мгновенно использовать его. Остальные выглядели шокированными, услышав это, так как никто никогда не думал о том, чтобы сделать что-то подобное. Присоединившись к обучению Ляма, все трое магов также начали практиковать несколько заклинаний, которые у них были. Алекс, Мия и другие с завистью наблюдали за этим и тоже пытались сделать то, что предложил Лям. Но как это могло быть так просто? Все почти ничего не чувствовали. Только Алекс и Мия смогли это сделать, и они уже знали об этих вещах. Они узнали об этом после того, как Лям дал им несколько намеков в самом начале, когда они все собрались вместе для прохождения подземелья для новичков. В то время Мия уловила суть, когда Лям упомянул об изучении навыка просто на основе его выполнения. И теперь она могла применять почти все свои навыки без помощи активируемых системой заклинаний. В отличие от нее, Алекс владела своим набором навыков только на 60%. Оставалось еще немало навыков, которые она не могла реализовать без помощи системы. И сейчас, глядя на Ляма, она была удивлена. Она всегда думала, что этот парень был прирожденным гением, как и Мия, но, похоже, снова ошиблась. Он упорно трудился ради того, что имел. Алекс посмотрела на парня со смесью эмоций, когда увидела, что Мия подходит к ней. Я смотрела туда, а не на него, она быстро объяснила. Мия проигнорировала странное заявление и спросила. Ри писал тебе, как он? Да-да, Алекс тут же закатила глаза. У этого придурка все в порядке. Ты знаешь, он до сих пор не говорит мне, над каким заданием работает. Какая неблагодарная паскуда. Мия не могла не улыбнуться. Все в порядке. Пусть наслаждается. Дуэт молча продолжал смотреть, как все тренируются, как сумасшедшие. К счастью, через несколько минут Лям остановился и попросил всех подготовиться к следующему боссу. Пришло время пройти это подземелье. Все шли вдоль руин и расчищали на своем пути толпы вулканических демонов, наконец придя к чему-то похожему на здание в форме купола. Это была своего рода копия божественного храма в божественном городе. Лям мог видеть, насколько это будет огромной черной меткой для жрецов и жриц в храме. Неудивительно, что они выдали этот квест. Лям махнул рукой, сигнализируя всем осторожно входить внутрь. Возможно, кто-то нападет на них, как только они войдут. В большинстве закрытых сооружений в подземельях так и было. И, как он и ожидал, в этом здании была кучка вулканических демонов. Кольцо огня. Лям не стал сдерживаться и использовал сильное заклинание, спалив кучу демонов вместе и забрав огромный кусок их здоровья. Оставшееся здоровье было быстро отнято остальной частью группы, когда те обрушились на несколько мобов. Создавалось впечатление, что они проходили подземелье несколькими уровнями ниже своего, а не несколькими уровнями выше. После зачистки мобов путь внутри куполообразного храма наконец-то освободился, и группа приблизилась к внутренней части. Они подошли к огромному молитвенному залу, посреди которого фигура получила века полудемона что-то громко скандировала. Все тут же в шоке остановились. Это был последний босс, и у него было целых 20 миллионов здоровья. Смогут ли они победить этого парня? Все удивленно уставились на открывшееся перед ними зрелище. По совпадению, у Ляма тоже было похожее выражение. Не из-за босса, а из-за чего-то совсем другого. Его взгляд был прикован к каменному божеству, которому молился босс. Он почувствовал знакомую энергию, просачивающуюся из этого каменного божества. Это была пустота. Более того, он не просто почувствовал небольшое количество пустоты. Ее было очень и очень много. Вся пустота была в черной сфере, парившей над каменным божеством. Похоже, что это произошло благодаря какому-то ритуалу. Независимо от того, что было причиной этого, Лям все равно был рад этому открытию. Теперь у него был еще один козырь, на который можно было положиться. Пойдемте. Он дал Алекс сигнал и сразу же использовал на боссе испепеляющий торнадо. Глава 509. Исцеление босса. Полудемон получил овек, повернулся и закричал от боли и гнева. Он был застегнут врасплох испепеляющим торнадо Ляма, и пронизывающий сильный ветер лишил урода несколько кусков здоровья. 1-0-0-0, 5-0-0-0, 6-0-0-0, 3-0-0-0. Выскочило несколько больших чисел урона. Даже Лям не ожидал, что заклинание будет настолько эффективным. Вот как должен выглядеть завершающий прием. Он демонстрировал всю мощь его ядра маны. Босс потерял почти 10% из своих 20 миллионов очков здоровья только от этой единственной атаки. Однако в тот момент, когда все радостно зааплодировали и уже видели, что бой окончен, вдруг произошло нечто неожиданное. Босс громко заревел и сказал что-то, чтобы рассеять огромный торнадо. Он еще раз взмахнул рукой, чтобы восстановить 5% из 10% потерянных очков здоровья всего за мгновение. Блять, это не честно. Ребята, вы и вправду думали, что битва с боссом будет такой легкой. Давайте же, не расслабляйтесь. Набирайте темп. Крикнул Лиам. Он бросился вперед, чтобы начать наносить урон, используя множество заклинаний. Когда его мана была почти на дне, он использовал свой меч, чтобы нанести некоторый урон. Так как это был последний босс, он выкладывался по полной, а не просто использовал ядро маны. Все были удивлены, увидев, как Лиам использует свой меч и, что более важно, его урон снова был огромным. Все игроки ближнего боя уронили челюсти на пол. Было очень стыдно видеть, как маг наносит больше урона, чем они, сражаясь мечом. Но так как это был Лиам, они не приняли это на свой счет. Он был просто монстром. Не было смысла анализировать его навыки. Все просто старались изо всех сил. Группа атаковала босса и в очередной раз сумела сбить его здоровье до 90%, когда неожиданно в очередной раз произошло то же самое. Демон что-то сказал и начал восстанавливать здоровье до 95%. Никто не мог сдержать проклятие в адрес этого нелепого босса. И что дальше? Неужели они никогда не смогут снизить его здоровье более чем до 95%? Как вообще можно было сражаться с этим боссом? Лиам тоже сразу понял, что что-то не так, как только увидел второе исцеление. Возможно, поэтому упоминалось об исцелении проклятого парня в механике босса. Еще раз. Он громко закричал и снова начал пробиваться к боссу. Этот босс с полукровка наносил атаки темного элемента, поэтому Лиаму было легче приблизиться к нему, чем другим, благодаря его сродству. На этот раз он активировал духовный удар и духовный гнев. Несколько мечей появились прямо под ногами демона гибрида. Его тело тут же отлетело, как будто он парил, пытаясь избежать этой атаки, но несколько мечей все же попали в него, лишив его здоровья. Луна открыла рот и выпустила гигантскую огненную вспышку. Это в сочетании с атакой всех остальных еще раз снизило здоровье босса на 5%, доведя его здоровье до 90%. Но прежде чем босс успел исцелиться, Лиам тут же закричал. Алекс, Мия, сейчас, как они говорили ранее, дуэт перестал лечить игроков и применил все свои исцеляющие заклинания на боссе. И, к удивлению всех, две волны исцеления фактически погасили друг друга. Босс, наконец, не смог восстановить свое здоровье. Хорошая работа. Теперь давайте двигаться дальше, крикнул Лиам. Они снизили только первые 10% здоровья, но все уже чувствовали усталость. Последний босс. Давайте зачистим это подземелье. Снова закричал Лиам, снова немного поднимая настроение. Теперь, когда у них был способ обойти самоисцеление, может быть, они и вправду смогут прикончить этого босса. Все начали заставлять себя наносить урон. Лиам стоял впереди в качестве примера и безжалостно посылал одну атаку за другой. Через несколько секунд вторые 20% здоровья босса окончательно исчезли. Еще раз. Лиам тут же закричал, и Алик с Меей еще раз сосредоточили свое исцеление на боссе. Это отменило каст. Демон гибрид раздраженно зарычал. Сейчас он казался разъяренных и начал что-то скандировать еще громче. Лиам, нам исцелить его снова? Поспешно спросила Мея, но Лиам покачал головой. Это должно работать только на исцеляющие заклинания. Я не думаю, что он исцеляется. Продолжайте атаковать. Все кивнули и стиснули зубы, продолжая наносить максимальный урон, какой только могли. В следующую секунду они получили ответ. Босс перестал говорить, и внезапно появилось несколько черных шаров. Эти черные шары лопнули, и появились пять толп вулканических демонов, окруживших всю группу. Каждый оказался перед двумя или более мобами. Пит, бери агробосса на себя. Крикнул Лиам второму танку. Затем он повернулся к Аликс и дал ей еще одну команду. Аликс, агрев всех мобов. Сейчас же, быстро. Два танка тут же поменялись местами, и Аликс начала ходить по кругу, агрев всех мобов на себя. Это была колоссальная нагрузка для любого танка, и даже ей было сложно. Не похоже, что она сможет продержаться дольше. Держись, я здесь. Лиам тут же закричал, давая ей надежду. Все остальные, сосредоточьтесь на боссе. Продолжайте атаковать. Не останавливайтесь. Оставьте толпу мне. Аликс медленно стянула всех мобов в правую часть огромного зала, и Лиам бросил несколько колец огня, чтобы заманить в ловушку и убить этих демонов. Тем временем босс снова начал говорить, и на этот раз Мея не пришлось напоминать. Она узнала исцеляющие заклинания и начала использовать свои собственные исцеляющие заклинания, чтобы нейтрализировать его. Ее исцеление было самым высоким, поэтому агробосса неожиданно переключилась на нее в одно мгновение. Второй танк Пит не успел вовремя переагрить босса. Это плохо. Лиам заметил это издалека и быстро бросился к Мее. Глава 510. Что-то не так. Лиам думал, что сможет добраться туда достаточно быстро, чтобы остановить его, но скорость демона-гибрида была намного выше, чем у него. Мея быстро попыталась отступить, но появились черные цепи, удерживающие ее. С этой механикой должны были справиться танки, потому что в их репертуаре было несколько защитных заклинаний. У Мея, с другой стороны, было всего несколько таких заклинаний. По совпадении оба заклинания были на перезарядке. Она заметила, что не может ничего использовать под действием цепей, даже исцеляющих заклинаний. Казалось, будто ей конец. Лиам понимал, что у него мало времени, поэтому он использовал последнее средство, за которое цеплялся. Он поспешно скомандовал вихрем пустоты рядом с каменным божеством и послал его, как копья, в демона-гибрида, целись в его жизни на важные точки. Его способность манипулирования и время каста теперь были намного быстрее, чем у любого другого заклинания, использующего ману. Однако урон был не слишком большим, так как он не полагался на свое ядро маны. Но это не имело значения. Урона было достаточно, чтобы на мгновение отвлечь его агро. И этой доли секунды хватило, чтобы Лиам смог добраться до Меи. Лиам не останавливался и использовал свой меч, чтобы непрерывно атаковать демона-гибрида. И он также, не колеблясь, использовал больше пустоты для атаки на босса. Похоже, босс еще не понял, что происходит, и что Лиам использует что-то его. Пока они были заняты, Меи удалось вырваться из черных цепей, а Алекс прикончила последнего демона из толпа и вернулась на свою позицию танка. Бой быстро возобновился. Босс призвал еще одну группу мобов, когда его здоровье упало до 50%, но на этот раз все справились очень хорошо, и фиаско, которое было раньше, не повторилось. Медленно здоровье упало с 50% до 40%, а затем с 40% до 30%. Демон-гибрид был очень зол и снова начал что-то бормотать. На этот раз все его тело начало светиться красным. Он проигнорировал всех остальных и повернулся к божеству. Черный водоворот энергии покрыл его тело. Босс сейчас вызовет другого босса. «Осторожно!» — крикнул Леом. «Это был последний этап и самый сложный этап боя. Если бы они каким-то образом смогли пройти через него, то зачистили бы все подземелья. Пока все, включая Леома, готовились к этому важному шагу и внимательно следили за тем, что из этого получится, постепенно начало происходить что-то странное». Босс казался расстроенным. Он, казалось, забыл о многочисленных атаках, которые все еще обрушивались на него, медленно снижая его здоровье. Все его внимание было сосредоточено только на каменном божестве, и он постоянно продолжал что-то бормотать, иногда крича в промежутках, что, черт возьми, происходит. Все выглядели потрясенными. Не расслабляйтесь. Продолжайте атаковать. Леом напомнил всем, был ли у босса плохой день или нет, они все равно должны были его убить. И в отличие от других, он имел некоторые представления о том, что происходит. Леом усмехнулся, наблюдая, как бедный демон снова и снова ругается и пытается повторять заклинания. Он был совершенно неуправляем и выглядел так, будто забыл обо всем остальном. Его здоровье уже упало с 30% до 15%. Увидев это, никто не замедлил атаки. Все продолжали атаковать, используя максимум своих сил. И, стоя среди этих людей, Леом тоже делал то же самое, разве что он также неуклонно управлял пустотой, которая вновь начинала собираться. Он даже не удосужился использовать эту пустоту. Он просто продолжал собирать ее и посылать другие атаки. Наконец, когда здоровье упало до последних 5%, демон гибрид прекратил свои отчаянные попытки. Он обернулся, его глаза и тело все еще светились красным, и выпустил несколько огромных потрескивающих черных шаров. Осторожно и уклоняйтесь. Леом напомнил всем. Затем он использовал большой вращающийся шар из пустоты, и кинул его в сторону демона. Демон гибрид вскрикнул от осознания и бросился к Леому, чтобы убить его. Его тело увеличилось, и из этого гигантского тела начали высовываться десятки рогов, готовясь к какой-то атаке, но он опоздал. Атака Леома уже сильно навредила ему и лишила его оставшихся сил. И, наконец, день унсупсцри бессистемные сообщения вы получили 1 000 очков опыта. День унсупсцри бессистемные сообщения поздравляем. Вы успешно победили оскверненного вулканического жреца. День унсупсцри бессистемные сообщения поздравляем. Вы прошли подземелье. День унсупсцри бессистемные сообщения вы получили 10 000 очков опыта. День унсупсцри бессистемные сообщения поздравляем. Вы первым прошли подземелье Даркхолд на нормальном уровне сложности. Ваше грандиозное достижение войдет в историю. День унсупсцри бессистемные сообщения объявления королевства. Поздравляем группу гильдии Багровая Безна с первым прохождением подземелья Даркхолд на нормальной сложности День Унсупс 3 Бессистемное сообщение Мировое объявление Поздравляем группу гильдии Багровая Безна с первым прохождением подземелья Даркхолд на нормальной сложности Все громко зааплодировали и упали на землю Лем был также счастлив и улыбался от уха до уха, хотя и по другой причине Он почти не мог в это поверить Он и вправду нашел лазейку для финального босса подземелья Лазейка, которой в его предыдущей жизни не существовало Это было невероятно Он еще раз посмотрел на каменное божество и пространство, где собралась бурлящая пустота Внезапно у него появилось небольшое любопытство Как работал этот призыв? У самого Лиама было заклинание призыва демона, которое он давно не использовал Он не мог не задаться вопросом, нужно ли использовать для заклинания пустоту Пока он молча думал, Луна, как обычно, побежала вперед, собрала весь лут и принесла его Глава 511 Да начнется фарм Всего было четыре вещи, три из которых были осколками драгоценных камней, а четвертая – посохом Верховной Жрицы, который требовался для Квиста Лиам быстро достал остальные осколки драгоценных камней, которые у него были, и начал с интересом собирать их вместе Мне кажется, или они не подходят друг другу? Спросила Алекс Она стояла на коленях рядом с Лиамом, наблюдая за тем, что он делает хаймымым У посоха три пустых гнезда, так что, может быть, там должны быть три драгоценных камня? Рассеянно ответил Лиам Пока эти двое пытались разгадать загадку, человек, у которого на самом деле был Квист, спокойно стоял в стороне с закрытыми глазами Мия анализировала только что состоявшуюся драку, пытаясь понять, что можно было бы сделать лучше Все остальные тоже молча пытались восстановить силы Через несколько минут Алекс взволнованно закричала Я поняла Лиам, дай мне тот кристалл, что у тебя в руке Я могу это исправить, сказала Алекс Нет А, что значит нет? Алекс нахмурила брови Дай мне минуту Лиам шикнул на нее, что еще больше разозлила рыжую Она нахмурилась и встала, чтобы прогуляться Лиам, однако, даже не взглянул на нее и продолжал смотреть на полускрепленный вместе драгоценный камень Что это? Мия медленно подошла к нему и спросила Я не думаю, что это драгоценный камень Хэм? Да Я в этом уверен Я вообще не думаю, что это драгоценный камень Лиам резко встал и бросил все в свой инвентарь Все, давайте выбираться из подземелья Этот забег окончен, сказал он и пошел обратно к порталу у входа Затем он без каких-либо объяснений покинул группу Все уставились на него с интересом Задаваясь вопросом, что происходит, когда они снова увидели его сидящим на корточках на земле Играющим с осколками драгоценных камней И на этот раз он фактически собрал все вместе, чтобы сформировать законченный драгоценный камень Или, скорее, то, что собралось вместе, вообще не было драгоценным камнем Это было ядро маны Он был в этом уверен И всплывающие системные уведомления подтвердили его сомнения День унсупсцри бессистемное сообщение вы получили треснутое демоническое ядро маны высокого качества. Лем сразу бы узнал его, но так как оно было красного цвета, и он изначально не видел много ядер маны, он был немного сбит с толку. Но как только он увидел все целиком, сомнений в этом не осталось. Хаймымым. Интересно, смогу ли я использовать их для аукциона? Внезапно ли ему пришла в голову мысль. Он ужасно нуждался в ядрах маны, и хотя это были ядра маны не самого лучшего состояния, потому что на них был странный тег треснутые, они все же были высокого качества. Ядро маны, которое он получил, после сражения с полевым боссом, было всего лишь ядром маны среднего качества. Конечно, с лучшими навыками он мог бы убивать других полевых боссов намного быстрее, но по-прежнему оставалась рутинная работа по погоне за ними и поиску их. Хотя эти три высококачественных демонических ядра были треснутыми, он получил их без особых усилий. Так что то, что ему нужно было сделать, было довольно очевидно. Единственный вопрос был, сработает ли это? Лем горько улыбнулся и повернулся, чтобы посмотреть на Мию. Затем он передал ей посох, но не три демонических ядра. Пригласи меня снова. Давай снова пройдем это подземелье. Хэм. Мия мгновение посмотрела на него, а затем кивнула. Никаких объяснений она не требовала. В любом случае, они планировали пройти это подземелье несколько раз, чтобы получить много очков опыта. Все остальные были в восторге от услышанного. Во-первых, когда Лем покинул группу, все они были подавлены, но сейчас, когда он вернулся, они были очень взволнованы, чтобы попытаться сбежать. Все хотели исправить свои ошибки и сделать все лучше на этот раз. Однако эта возможность так и не представилась. С самого начала Лем начал изо всех сил и начал тренировать пару новых заклинаний, которые он выучил. Это были сильные заклинания, и с его ядром маны в придачу группа прорвалась через мобов за половину времени, которое им требовалось ранее. Очки опыта постоянно лились дождем, а системные уведомления звучали не прекращаясь. Алекс закрутила волосы и подошла к Мия, чтобы спросить ее, что он делает. Он что-то ищет? Мия покачала головой. Я тоже не знаю. Вместо них ответил кто-то другой, стоящий рядом с ними. Я думаю, что лидер просто помогает нам повысить уровень. Алекс закатила глаза и ушла. Она слишком хорошо знала Лема, чтобы прийти к такому выводу. Она была уверена, что ему что-то нужно. И достаточно быстро получила ответ. После того, как они прошли первого босса во второй раз, они неожиданно снова получили осколки драгоценных камней в качестве дропа. А что происходит? Нам нужно больше трех драгоценных камней для посоха. Алекс подобрала лут. Лем уже был рядом с ней и забрал осколки у нее из рук. Я возьму это. Хэм. Она хотела что-то сказать, но на лице Лема появилась широкая улыбка, и она сделала шаг назад от улыбающегося демона. Хорошо. Итак, дело в том, теперь, когда Лем подтвердил свою теорию, он немного объяснил им двоим. Он показал им готовые ядра. На самом деле это ядра маны, а не драгоценные камни. Так как у вас есть квест для этого подземелья, похоже, выпадают эти треснутые ядра маны для вас двоих. Теперь они обе поняли, что происходит. Вот почему он не отдал красные камни им двоим. Если бы Лем дал им завершенные ядра маны, то квест перешел бы на следующий этап, и этого конкретного дропа больше не было бы. Значит, ты хочешь продолжать формить это подземелье? Ага. Прямо сейчас мне нужны эти ядра. Много ядер. Лем ухмыльнулся. Три ядра маны за один проход, это слишком хорошо. К тому же ядра высокого качества. Изначально он планировал пройти это подземелье, потому что слышал о скрытом боссе этого подземелья, обладающем ядром маны, но он никогда не думал, что будут еще и эти дополнительные дары. И говоря о скрытом боссе, может быть, пришло время активировать его? Глава 512. Плохая идея в руинах Даркхолда, возле последнего босса, группа игроков устало лежала на земле, как дохлые собаки. Это был пятый раз, когда они непрерывно зачищали подземелье. У всех болели тела. Эта скорость зачистки была для них слишком чрезмерной. Единственным плюсом были очки опыта. Система постоянно гудела от уведомлений об очках опыта. Несколько человек даже дважды повысили свой уровень всего за эти несколько часов. Однако в тот момент это никого не волновало. Они просто хотели немного отдохнуть. Посреди этой безжизненной группы один парень удовлетворенно смотрел на потрясающую добычу у себя на коленях. Всего было 10 треснутых демонических ядра. Не все зачистки давали одинаковое количество осколков ядер, поэтому после пяти полных зачисток подземелий у него было всего 10 ядер вместо 15. Хорошо, пойдемте дальше. Лиам сунул все обратно в слоты своего инвентаря и встал, потягивая конечности. В последнем забеге он получил еще одну хорошую книгу навыков, и ему не терпелось ее опробовать. Выпадение книг навыков было довольно редким, поэтому даже получение трех книг за пять зачисток по-прежнему считалось удачей. Лиам посмотрел на три новых навыка, которые он добавил в репертуар. Кольцо огня. Испепеляющий торнадо. Резак тьмы. Последние несколько часов были очень сложными. Все в порядке. Пока вы, ребята, старайтесь изо всех сил, мы сможем пройти его еще раз. Лиам улыбнулся уставшей группе. Не в силах отказать тирану, все тащили свои усталые тела вперед. К счастью, Лиам не лгал. Он один вносил урон на уровне группы. Алекс и Мия обе были все еще свежи, как новые, и несколько игроков со сродством божественности, которых они лично тренировали, также были в немного лучшем состоянии. Только другие менее опытные игроки были уставшими, но из группы выделялись трое игроков. Эти трое были теми, на кого положил глаз Лиам. Так совпало, что все трое были магами. Поэтому время от времени он давал им несколько советов. Хорошо. Слушайте все. Этот забег можно рассматривать как отдых для вас. Так что постарайтесь не переусердствовать. В следующий раз мы будем проходить это подземелье в сложном режиме, а потом, в кошмарном, так что всем следует хорошенько отдохнуть и разобраться с любыми проблемами. Лиам не остановился и закричал, продолжая убивать демонов перед собой. Все молча кивнули. Раньше они хоть как-то старались, а теперь взяли паузу. Сложные и кошмарные режимы прохождения подземелья не были шуткой. Они определенно не смогут выжить в своем нынешнем состоянии. Итак, все как следует отдохнули, продолжая идти вместе с Лиамом и другими игроками. Конечно, время от времени они добавляли несколько атак. Забег был вскоре завершен, и на этот раз улов был еще хуже, чем в предыдущий раз. Как будто сама система отговаривала игроков от многократного фарма одного и того же подземелья. Всего около полутора демонических ядер. Иц, Лиам цокнул языком. Сколько еще тебе нужно? Спросила Мия. Запуск сложного и кошмарного режима должен дать нам несколько хороших драпов. Лиам, на самом деле, я не уверена, что это хорошая идея. Делать это прямо сейчас. Мия вздохнула. А, что случилось? Если мы поднимемся наверх, всегда найдется кто-то, кто захочет стащить нас вниз. Аликс усмехнулась. Она говорит о других гильдиях в королевстве Грыш. Они начинают беспокоиться, добавила Мия. Хэм. Бьюсь об заклад. Это те идиоты. Они раздувают пламя за нашей спиной. О, вы обе имеете в виду коалицию гильдий? Да. Коалиция праведников. Они идиоты. Аликс сердито сплюнула. Некоторые из других гильдий высшего уровня также начинают действовать. По сути, теперь они называют нас террористической и антинациональной гильдией, потому что мы зачищаем подземелья после того, как правительство запретило. Некоторые из членов нашей гильдии ушли, потому что они переживают, не попадут ли они в беду из-за того, что будут связаны с нами. Да. И кто-то целенаправленно упоминает наши имена снова и снова. Так как наши личности не такие, как твоя, мы, легкая мишень. Хэм. И мым. Понятно. Лям кивнул. Это было правдой, что эти вещи были большой проблемой для Мии и Аликс. Их имена были слишком известны. В отличие от того, кто прятался, эти двое были практически знаменитостями. Хорошо. Давайте просто запустим сложный и кошмарный режим. После этого вы обе сможете выйти из системы и сообщить публике о том, что вы только сейчас заметили новости. Вы можете войти в систему сразу после того, как опубликуете это сообщение в социальных сетях, но придерживайтесь завершения своей квестовой линии божественного храма, объяснил Лям свои мысли. А это не повлияет на количество ядер, которые ты сможешь заформить, спросила Аликс. Нет. Ты сама видела, что с каждым разом я получаю все меньше ядер. Мы всегда можем запустить сложный режим и кошмарный позже завтра, чтобы получить больше ядер, но это того не стоит. Лям покачал головой. Сосредоточьтесь на своих квестах. Кроме того, я не знаю, насколько эффективны эти треснутые ядра. Если они бесполезны, то мы потратили время впустую. Он горько улыбнулся. Он знал лучше, чем кто-либо другой, что эта система всегда непредсказуема. Если он слишком много на себя возьмет и слишком много времени потратит на лазейку, то, в конце концов, его укусит за задницу. Хорошо. Мы сделаем это. И Аликс и Мия согласились. То, что предложил Лям, казалось хорошим практическим планом. О, и Аликс, пока я не забыл. Можешь использовать своих двух лакеев. Я имею в виду последователей, чтобы узнать, что замышляют эти коалиционные идиоты. Прошло много времени и, похоже, они забыли о прошлом разе. Пришло время преподать им урок. Может быть, я смогу завершить свой квест пожирателя. Душ Лям усмехнулся, не произнося последнюю часть вслух. Аликс посмотрела на него как-то странно, а потом согласилась. Как он собирается преподать им урок? Затем она вздохнула и решила спросить его позже. Она открыла свой интерфейс и отправила сообщение. Затем группа поспешно закончила оставшуюся часть забега и пошла обратно ко входу, чтобы начать следующий забег в сложном режиме. Глава 513. Сложный режим, высокая сложность. Все уставились на ворота подземелья, которые стали красными, а затем вошли в подземелье. Почти сразу орда демонов напала на группу, с которой быстро разобрались. Однако никто пока не расслаблялся. При более высокой сложности подземелья главной проблемой были разные боссы. Вот где начнется настоящее испытание. И вскоре группа подошла к первому боссу, трехголовому демону, наносившему урон как от огня, так и от темной стихии. В этом режиме демон может начать использовать свою основную атаку в любой случайный момент, а не только через каждые 10% снижения его здоровья, предупредил Лиам. Затем он создал большую безопасную зону с каменными стенами, на этот раз около угла руин. Все, даже бойцы ближнего боя, весь бой стояли возле каменных стен, кроме танков. Только Лиам и Луна свободно двигались, а один из танков находился рядом и держал агра. После атаки морем пламени танки по очереди менялись. Таким образом, драка благополучно разрешилась за пару минут. Когда уведомления об опыте громко звенели, никто не мог поверить, что они на самом деле запускают подземелье в сложном режиме. Казалось, что оно ничем не отличается от обычного режима. Те же самые события повторились и для второго босса, когда змей начал командовать несколькими яйцами, которые он отложил под поверхностью руин. Эти яйца вылупились во время битвы с боссом и начали атаковать отдельных игроков, в то время как змей также скользил в землю и вылезал из нее, когда ему заблагорассудится. Сложность боя определенно возросла, но все же каждый раз, когда демонический змей нападал на игрока, Лиам появлялся рядом с ним в течение секунды и атаковал его. Весь процесс был легким, и второй босс был быстро побежден. И снова лидер их группы провел их через другого босса в сложном режиме подземелья. Перед Лиамом все, что, казалось, делали все, ничего не значило. Насколько велика была разница между игроком 50 уровня и другими игроками, они действительно получают такой огромный прирост силы. Подсчитав все очки опыта, которые они получили, группа снова стала энергичной, так как все как можно скорее хотели достичь 50 уровня. Возможно, настоящая игра начиналась только тогда. Затем группа прибыла к третьему боссу с десятью рогами, который ранее использовал свои рога, чтобы вызывать молнии, которые появлялись рядом с торнадо. И на этот раз все его рога были объединены вместе, чтобы сформировать огромный рог в стиле единорога, который стрелял молниями на протяжении всего боя. Этот рог был более твердым, игрокам было очень трудно с ним справиться, однако всего за несколько атак он был начисто сбрит с головы демона. Бой после этого был таким же, как и раньше, и босс был быстро подавлен, группа достигла последнего босса с рекордной скоростью. Сначала все ожидали, что по крайней мере этот бой будет сложнее, чем в обычном режиме, потому что это был последний босс, но снова, как и во всех предыдущих забегах, этот парень снова суетился и ругался на каменное божество. Босс, вы издеваетесь над беднягой. Я Лям улыбнулся и использовал пустоту, которую собрал бедный парень, чтобы убить его. В следующее мгновение серия уведомлений громко зазвенела. День Унсупс Цриби системные сообщения поздравляем. Вы успешно победили оскверненного вулканического жреца. День Унсупс Цриби системные сообщения поздравляем. Вы прошли подземелье. День Унсупс Цриби системные сообщения поздравляем. Вы первым прошли подземелье Даркхолд на высоком уровне сложности. Ваши грандиозные достижения войдет в историю. День Унсупс Цриби системные сообщения объявления королевства. Поздравляем группу гильдии Багровая Безна с первым прохождением подземелья Даркхолд на высоком уровне сложности День Унсупс 3 Бессистемное сообщение Мировое объявление Поздравляем группу гильдии Багровая Безна с первым прохождением подземелья Даркхолд на высоком уровне сложности Мы в этот раз не активировали скрытого босса Алекс просмотрела различные объявления и задумалась вслух Как правило, скорость, с которой было зачищено подземелье, играла огромную роль в срабатывании скрытого босса. Особенно это касалось подземелий сложного и кошмарного режима. Так что технически в этом забеге они должны были столкнуться со скрытым боссом. Однако он не появился? Нет, мы не получили скрытого босса, пробормотал Лиам, глубоко задумавшись. Затем он начал рассматривать лут из босса, глядя на каменное божество в храмовом зале. Кажется, я знаю, как его вызвать. Давайте сделаем это в следующем забеге. Затем он отдал первый браслет, а второй оставил себе. На его руке теперь было 4 браслета, которые давали ему дополнительный баф в 10 очков ловкости, интеллекта и силы. Они звенели на руки. Давайте. Время для последнего забега. Все сглотнули и быстро повиновались. Помимо Лиама, только Алекс и Мия уже проходили подземелья на этом уровне сложности. Даже для игроков со сродством божественности это был первый запуск кошмарного режима. Поэтому все нервничали. Усталость тоже не облегчала задачу. Босс, может сделаем небольшой перерыв? Предложил один человек, и Лиам просто улыбнулся ему. Хорошо. 5 минут спустя. Портал подземелья снова ярко засиял, и на этот раз он был черного цвета. Пойдемте. Лиам энергично закричал, как будто выпил 3 чашки кофе и вошел. Все остальные сглотнули и последовали за ним. В тот момент, когда они это сделали, две группы демонов появились с двух сторон и устроили им засаду. В отличие от предыдущих, все эти демоны имели на теле особую гравировку, а также выглядели более свирепо. Глава 514. Кошмарный режим с одного взгляда на усиленных демонов Лиам уже понял, что этот забег будет особенным. Я думаю, на этот раз мы столкнемся со скрытым боссом. Он был в этом уверен. Все почувствовали, как по спине пробежал холодок. Как будто кошмарного режима было недостаточно, и они собирались столкнуться со скрытым боссом. Демоны приходили один за другим, и на их победу определенно уходило больше времени, чем обычно. Участвовала вся группа, никто не сдерживался. Но даже при этом просто зачищать мобов было очень сложно. С такой скоростью все не могли не задаться вопросом, правда ли они смогут пройти через всех боссов, не говоря уже о скрытом боссе. Но неожиданно, как только группа подошла к битве с первым боссом, Лиам начал доставать какие-то вкусности. Босс, что это? На вкус как мед. Лиам раздал всем понемногу собранного меда. Он также начал доставать зелья ярости низкого качества, которые он сделал ранее. Даже обычные зелья стоили 10 и 20 серебра. Низкокачественные, такие как зелья ярости, определенно будут стоить как минимум в 50 серебра. Так что все ахнули от шока, получив свою порцию. Если бы они могли, они бы сохранили их, но победа над боссом и получение награды за это было гораздо более ценным. Кроме того, они не хотели, чтобы их выгнали из команды. Все один за другим выпили зелья ярости, и вскоре началась драка. Почти мгновенно Алик сбросила щит и взяла агробосса на себя. Лиам Вихрим побежал к боссу и начал рубить трехголового демона, не сдерживаясь. 5-0-0-0, 10-0-0, 7-0-0-0. Появилась серия ужасающих цифр урона. Они были почти в два раза больше, чем предыдущие удары мечом Лиама. Если раньше кто-то не знал об эффекте и важности зелья ярости, то теперь понял это. Благодаря комбинированному эффекту меда и зелья ярости весь бой прошел гладко, и босс быстро пал, как и в сложном режиме. Механика сложного режима и кошмарного не сильно отличалась. Единственная разница заключалась в том, что на теле босса были какие-то странные черные гравюры, которые делали его сильнее и быстрее. Лиам ответил на это своим собственным набором баффов, так что к тому времени, когда бой закончился, он ничем не отличался от того, что было раньше. Босса быстро подавили и все снова перешли к мобам. Эти мобы были настоящей головной болью в этом подземелье, потому что им приходилось сталкиваться с ними без каких-либо дополнительных баффов. С этими демонами было гораздо сложнее справиться по сравнению с обычными демонами. Без Лиама остальная часть группы, наверное, не смогла бы разобраться с этой толпой. Несмотря на то, что у Алекса ими были первоклассные навыки, без урона, способного уничтожить этих демонов, мобы определенно задавили бы группу в подземелье. Было просто слишком много демонов. После сражения с этими бесконечными мобами группа наконец добралась до второго босса. В то время как все задавались вопросом, как они собираются справиться с этим, Лиам снова начал раздавать зелья ярости. Лидер гильдии. Все были слишком тронуты. Их команда состояла из 28 игроков, так что каждое зелье оценивалось в 50 серебряных монет, а все это сводилось к колоссальным 14 золотым. А боссов в этом подземелье было 4. Не говоря уже о скрытом боссе. Так что, если Лиам планировал использовать зелье ярости для всех боссов, общая сумма приближалась к 70 золотым. Для многих гильдий это было все их богатство. И они на самом деле выбрасывали это в подземелье. Только гильдии высшего уровня и звездные гильдии могли позволить себе быть такими расточительными. Могла ли их маленькая недавно созданная гильдия позволить себе сделать то же самое? Босс может зелье припасем для двух последних? Нет, Лиам решительно покачал головой. Время дороже денег. Давайте сделаем это и продолжим двигаться. После того, как Лиам заговорил, все быстро выпили свои зелья, и вскоре Аликс начала бой. Как и предыдущие, этот тоже прошел гладко. Босс был побежден, и группа вскоре добралась до последних частей руин. На этот раз весь куполообразный храм был покрыт черной гравировкой. Эти гравюры казались живыми. Возможно, битва с последним боссом будет не такой простой. Лиам сделал паузу и попытался вспомнить как можно больше об этом подземелье. В прошлой жизни он никогда не проходил это подземелье. Он был недостаточно силен, чтобы справляться с ним в одиночку или в составе какой-либо надлежащей команды. Таким образом, вся информация, которую он собрал об этом подземелье, была взята из различных материалов, размещенных в интернете, с точки зрения зрителя. Это было далеко не все, но как человек, который знал о нескольких подземельях, он имел некоторые представления и мог сделать какое-то обоснованное предположение, которое с высокой вероятностью может быть правильным. Он повернулся к Алексу и Мея объяснил им. Вам, возможно, придется больше сосредоточиться на механике исцеления. Я думаю, что наш результат будет зависеть от этого. Алекс и Мея обе кивнули и приготовились. Лиам снова раздал зелье, и вскоре началась основная драка. И с самого начала, все пошло не по плану. Босс со старта вышел из-под контроля. Ни один из танков не смог удержать Агра. Демон Гибрид просто бежал к любому игроку случайным образом и начинал атаковать его. Лиам сразу же среагировал, но ожидать, что кто-то, кроме танка, сможет выдержать удары босса, было просто смешно. Глава 515. Последний босс. Фух, это было слишком близко. Лиам уставился на демона жреца, чьи несколько прядей волос зловеще развивались в воздухе, как будто он был одержим. Если бы он был немного медленнее, то один человек из группы умер. Мея также своевременно его вылечила, и ситуация была спасена. Однако бой был еще не закончен. Жрец пару раз столкнулся с Лиамом, прежде чем прыгнуть прямо к другому игроку. Он был похож на пушечное ядро, случайным образом летящее от одного игрока к другому и наносящее смертельный урон. Блять, Лиам хмыкнул и погнался за парнем, снова едва сумев предотвратить мгновенное убийство. Я не смогу продолжать так слишком долго, он должен был сделать что-то прямо сейчас. Лиам подумал об этом, и в следующий раз, когда босс сдвинулся, он использовал технику иллюзии. Во время боя с боссом было два Лиама, и прежде чем босс успел пошевелиться, один из Лиамов уже двинулся, готовый ответить на последующую атаку. И бац, как он и ожидал, когда босс снова побежал к случайному игроку, Лиаму хватило форы, чтобы догнать его. По сути, он полностью его заблокировал, и игрок не получил никакого урона. Все смотрели на эту сцену и были ошарашены. Их лидер фактически сражался с этим боссом как с шариком для пинг-понга. Жрец болтался между двумя версиями Лиама. Даже сам Лиам был удивлен. Он был не уверен, что сможет заставить эту технику работать, так как его понимание было не слишком глубоким, но оно неуклонно улучшалось. Прямо сейчас он мог создавать только остаточное изображение, но, возможно, постепенно он и вправду сможет создавать теневые я, каждая из которых даже будет способна причинить реальный урон. Слабая мысль промелькнула в голове Лиама. К сожалению, он не мог думать об этом прямо сейчас и быстро сосредоточился на предстоящей битве. Техника иллюзии была слишком сложной. Он не мог продолжать делать это снова и снова. Черт, время использовать пустоту. Лиам отказался от сохранения пустоты на потом и начал управлять шаром бурлящей энергии. Помимо того, что он хотел приберечь ее на попозже, он также был готов не использовать его на этот раз, потому что хотел вызвать скрытого босса. Однако, похоже, это была слишком высокая цель. Другого варианта просто не было. Он должен был использовать пустоту. Сейчас. Резак тьмы. Лиам сразу же использовал заклинание, которое по иронии судьбы выпало из этого парня. Он создал две волны из темной энергии, которые двигались в виде буквы Х. Грая. Босс тут же закричал, как будто еще больше разозлился из-за того, что его атаковали его собственной фирменной атакой, но Лиам еще не закончил. После нескольких раз, когда он использовал эту атаку, он мог сказать, что она была неполной. Скорее, было бы намного эффективнее, если бы он использовал для этой атаки пустоту, а не ядроманы. Лиам быстро скомандовал пустотой, кружащейся рядом с каменным божеством, а затем попытался бессистемно объединить заклинание с пустотой и отправить его наружу. Резак тьмы. В следующее мгновение ужасающий рев эхом разнесся по руинам храма, когда появился огромный черный крестик. В отличие от предыдущих резаков тьмы, эти два удара были огромными и яркими, гораздо более мощными. Они гудели от энергии и устремлялись вперед с полной силой. 10-0-0-0, 20-0-0, 10-0-0, 10-0-0, 10-0-0, 10-0-0, появилось несколько значений урона, когда атака поразила цель в нескольких точках, но это не было неожиданностью. Шокирующей частью была величина урона. Всего за одну атаку Лиам смог забрать у босса 60 тысяч тысяч очков здоровья. Он взволнованно ухмыльнулся, а затем начал использовать больше пустоты от каменного божества. Было приятно использовать сильные заклинания, которые наносили существенный урон. Я должен быть в состоянии сформировать ядро пустоты? У Лиама было только ядро маны, а эффект от этого заклинания был уже таким невероятным, что произойдет, если он создаст ядро пустоты. Мне нужно сначала закончить этот бой. Он сделал пометку поработать над этим в ближайшее время и продолжил бегать и преследовать жреца. Парень теперь светился ярко-красным вместе с черной аурой. Казалось, он очень разозлился после того, как Лиам сбрил огромный кусок его здоровья, и теперь сходил с ума еще больше. Однако все его попытки исцелить себя были сразу же остановленными и, так что босс стал совершенно беспомощным. Со временем он только терял все больше и больше здоровья, и бой неуклонно подходил к концу. Скрытый босс или нет, по крайней мере, прохождение подземелья должно было пройти гладко. Каждый сделал все возможное и продвинулся вперед, чтобы снести последние куски здоровья босса. Лиам тоже не удержался и насухо высосал из каменного божества пустоту. 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 1%. Как только все глубоко вдохнули воздух и начали использовать свои последние мощные атаки, внезапно жрец резко остановился перед каменным божеством. У Лиама сразу же появилось плохое предчувствие. Все, продолжайте атаковать, не останавливайтесь. Последний рывок. Он закричал, посылая еще один резак тьмы, который потенциально мог положить конец битве, но как только атака собиралась попасть в босса неожиданно его окутала черная сфера. Атака резака тьмы была поглощена этой черной сферой и не нанесла никакого урона боссу. И все остальные атаки, попавшие в парня, тоже были каким-то образом заблокированы. Как будто черная сфера дала ему полный иммунитет. Стоя в безопасности этой черной сферы, жрец начал громко что-то напевать. Он упал на землю на колени и поднял голову, чтобы помолиться каменному божеству. Глава 516. Скрытый босс Лиам нахмурился, глядя на черный щит, который все еще поглощал весь урон. Ему стоит выложиться на полную и попробовать сломать его или ему следует сохранить свою энергию для того, что будет дальше. Судя по тому, как он напевает, это должна быть какая-то магия призыва. Думаю, времени больше нет. Без каких-либо колебаний Лиам бросился вперед, наблюдая, как черная сфера начинает трескаться и рушиться. Он одновременно начал использовать резак тьмы, чтобы удалить последнюю часть здоровья и напрямую убить босса. Независимо от того, что произойдет дальше, это должно убить парня. Он был в этом уверен, но для уверенности атаковал мечом. Однако, как только он достиг жреца, его тут же отбросило назад. Его тело содрогнулось от удара, когда он упал на землю. Большая часть его здоровья исчезла. Лиам поспешно встал, только чтобы увидеть огромную черную массу, кружащуюся вокруг каменного божества. И это было уже не просто божество. Из божества появилось знакомое лицо. Это был Хонгумбра. Откуда он здесь? Лиам уставился на демона, который был никем иным, как предыдущим командиром гарнизона Городотол в подземном царстве. Хе-хе-хе. Мы снова встретились. Этот парень разве он не умер тогда у него на глазах? Лиам до сих пор не мог поверить в то, что увидел. Может быть, он был призраком? Остаток души? Глупый человек. Никто из бездны не умирает по-настоящему. Не пытайся понять нашу силу своим крошечным мозгом. Хонгумбра полностью вышел из кружащейся черной массы. Сначала я подумал, зачем отвечать на зов этого насекомого, но представь мое удивление, когда я увидел твое уродливое лицо здесь, в человеческом мире. Хе-хе-хе. Разве это не сюрприз? Хе-хе-хе. Интересно, что подумают другие демоны, если узнают об этом? Лиам нахмурился. С другой стороны, последний босс, вулканический жрец, был в бреду от радости. Мой господин. Мой спаситель. Спасибо за... Не удосужившись даже полностью выслушать жреца, демон поднял ногу и обрушил ее на него, оборвав его жизнь за долю секунды. День Унсу Псцри Бессистемное Сообщение Все сразу же получили свои уведомления, но ни у кого не было настроения радоваться этому. Демон перед ними полностью отличался от всех других демонов, с которыми они сталкивались до сих пор. Одно его присутствие заставляло их дрожать. Каждый шаг демона имел непреодолимую властную ауру. Как будто они не могли двигаться, если он не даст разрешения. Но кто-то все же смог нормально передвигаться. Все отойдите назад, закричал Лиам, схватив меч и бросившись вперед. Говори, что хочешь. Я победил тебя однажды, и смогу сделать это снова. Он не стал сдерживаться и сразу же начал использовать кольцо огня, ограничив его движение. К сожалению, только на секунду. Хонгум Браус смехнулся и щелкнул пальцами, чтобы мгновенно погасить пламя. Хех, такой слабый. Лиам стиснул зубы и отступил на несколько шагов. Он снова начал использовать другое заклинание, на этот раз испепеляющий торнадо. Мана из воздуха загудела, когда в одно мгновение появился огромный вращающийся торнадо, беспорядочно стреляющий молниями. Ба-ха-ха-ха. Все еще слаб. Хонгум Браус смехнулся. Лиам проигнорировал насмешки демона и начал использовать свои навыки контроля, чтобы остановить парня на месте. Сеть маны. Колючие лозы. Затем он взглянул на Мию, молча давая ей сигнал атаковать. Любое заклинание с божественным элементом должно нанести демону немалый урон. В то же время он атаковал своим мечом по огромному мускулистому парню. Когда он встретил его раньше, этот демон был не таким могущественным. Тогда было подавление уровней, и теперь тоже подавление уровней. И все же он был несравним со своей предыдущей жизнью. Он как бы принял крещение и заново родился в бездне. Каким же местом была эта бездна? Лиам использовал ману, чтобы улучшить свою скорость и ловкость, и ударил демона. Хонгум Браус легко блокировал каждое его движение, все еще насмехаясь над ним, но внезапно выражение его лица изменилось. Разряд чистой божественной энергии ударил его в спину, и демон закричал от боли. Его глаза покраснели, и он обернулся, чтобы посмотреть, кто напал на него сзади. Но как Лиам мог упустить эту возможность? Он не дал Хонгум Бре времени ответить и продолжил атаковать его всем, что у него было. Перезарядка его духовных атак уже завершилась, и он сразу же использовал духовный удар и духовный гнев. Он создал еще одно кольцо огня и использовал его, чтобы непрерывно бросать огненные шары в демона. Пока он избивал парня одной атакой за другой, Алексемия тоже не упустили шанс и использовали все свои атаки со сродством божественности, чтобы нанести демону солидный урон. Увидев их, остальная группа тоже не осталась без дела, все начали наваливать свои атаки на демона сверху. Хонгум Бра был мгновенно удивлен. Особенно многочисленные атаки божественной близости, обрушившиеся на демона, делали ему больно. Каждая атака обжигала. Он покачал головой, посмотрел вверх и сдал громкий рев, тут же выпустив свой фирменный прием, ядовитые щупальца подземного царства. Однако единственным человеком, стоящим рядом с ним, по-прежнему был Лиам, и его они вообще не ранили. Остальные находились на расстоянии и вне досягаемости атаки. Что случилось? Похоже, ты все еще недостаточно силен. Тебе нужно еще немного потренироваться. Лиам ухмыльнулся и продолжал избивать парня. Здоровье Хонгум Бры быстро истощилось, и демон беспомощно закричал, изогнувшись и убегая обратно к порталу. В следующую секунду и огромный демон, и портал полностью исчезли. Бой наконец закончился. Тишина наполнила храм, а через мгновение посыпались уведомления. День Унсупс Црибь. Системное сообщение поздравляем. Вы прошли подземелье. Глава 517. Новая книга навыков. Что? Мы наконец-то прошли подземелье. Да-а-а. Мы сделали это. Босс. Вы потрясающий. Лидер гильдии, вы потрясающая. Вице-лидер гильдии, вы потрясающая. Все начали громко аплодировать, глядя на серию уведомлений и обильные очки опыта. Пара игроков снова повысила свой уровень, что подняло всем настроение еще больше. В то время как остальные были заняты просмотром своих наград, Лиам-1 все еще смотрел на каменное божество, которое теперь раскололось и упало на землю. Он щелкнул языком. Хотя они каким-то образом выиграли эту битву, он ничуть не был рад. Он был еще слишком слаб. В противном случае он не просто прогнал бы этого парня, он смог бы уничтожить его тело и душу. Мне все еще нужно лучше понять эти навыки и тренироваться с ними, пробормотал Лиам, глубоко задумавшись. У него было ощущение, что он все еще не использует должным образом свое ядро маны. В прошлой жизни у него было жалкое ядро маны самого низкого качества, так что его использование и неиспользование не сильно отличались. Однако на этот раз все было иначе. У него было ядро высшего качества, и Лиам должен был правильно его использовать. Кью, увидев, что Лиам стоит на месте, лиса быстро повернулась и принесла ему весь дробь. Алекс подобрала одну вещь, так как она была рядом с ней, но лисичка не отпускала ее и рычала на нее, пока та не бросила предмет. Затем лиса радостно подбежала, принося все Лиаму. Алекс посмотрела на это вопиющее издевательство и широко открыла рот, прикрывая его ладонью. Она вздохнула и беспомощно подошла к Лиаму. Она также хотела взглянуть на дробь. Это было подземелье высокого уровня в кошмарном режиме, так что он должен быть хорошим. Что это за книга навыков? Она взяла сначала книгу, так как книги навыков были гораздо более ценными, чем выпадающие предметы. Алексу ставилась на нее и через секунду чуть не вскрикнула от шока. Это книга навыков призыва демонов. Хэм, Лиам вырвался из своих мыслей и, наконец, обратил внимание на рыжую, стоящую рядом с ним. Выпала книга навыка, призыва, да, книга навыков призыва демонов. Алекс быстро передала ему книгу навыков, так как ей было очень неудобно даже просто держать ее в руках. Демоническая аура книги вызывала у нее сжение в ладони. Лиам заметил это, и ему стало еще интереснее. Он взглянул на книгу, и это и вправду была книга призыва. Это должна быть книга навыков высокого уровня, да? Кто, по-твоему, должен ее изучать? Спросила Алекс. Она не стала ждать его ответа и начала вслух размышлять о различных магах в их гильдии. Только через пару минут она заметила, что Лиам по-прежнему молчит, и книга навыков в его руке исчезла. Эй, ты выучил ее? Хэм, Мэм. Да, Лиам ответил рассеянно. Почему? Алекс выглядела еще более потрясенной. Затем она быстро изменила свой тон. КХМ. Я имею в виду, очевидно, ты можешь выучить ее, я имею в виду, что это будет пустой тратой, я не права. Лиам. Увидев, что он занят, она вздохнула и больше ничего не сказала. Через пару минут к ней подошла Мия. Блин, этот парень слишком расточительный. Алекс проворчала ей, объясняя, что произошло. Мия тут же расширила глаза. Алекс. Нет, ты ошибаешься. Он использовал заклинание призыва, когда мы проходили подземелье раньше. Ты не помнишь? Алекс затихла. Теперь, когда Мия упомянула, она тоже вспомнила, что что-то подобное происходило, но это было разве это не было расточительством? Эй, даже если у него есть какая-то близость к демонам, она не должна быть слишком высокой. Я благодарна за все, что он делает. Он может взять все, если захочет. Я не сомневаюсь в этом. Я просто высказываю свое честное мнение, принимая во внимание всю гильдию. Я не пытаюсь затеять драку. Ну вот скажи, разве я не права? Мия кивнула. Она также согласилась с Алекс, но опять же, если Лям хотел быть расточительным, то он заслужил быть расточительным. Не их дело допрашивать его. Забудь про это. Она покачала головой. Она не хотела, чтобы это стало каким-то камнем преткновения. Хорошо. Алекс пожала плечами, и они вдвоем ушли, так как другой человек явно не хотел, чтобы его беспокоили. Лям долго изучал навык, так что остальная часть группы начала медленно расходиться, чтобы сделать перерыв. Все были очень уставшими, поэтому им нужно было выйти из игры или поспать в игре, чтобы отдохнуть. Через пару минут остались только Алекс и Мия. Две сестры все еще терпеливо ждали Ляма. Еще несколько минут прошло в тишине, когда Лям вдруг открыл глаза и начал что-то напевать. Почти сразу начала собираться аура красного цвета, просачивающаяся из укромных уголков руин храма. Эта аура объединилась, чтобы образовать трещину в пространстве, и из нее вышло что-то мерзкое и зловещее. Этот демон был огромного размера, темно-красного цвета и был похож на воздушный шар. В следующую секунду он открыл рот и начал громко выть. День, пед с описанием монстра демон Ревун, 50-й краткий уровень. И Алекс, Мия в шоке, остолбенили. Они с трепетом наблюдали за существом перед ними, так как у него была очень мощная аура. Призвав кого-то такого мощного, призыватель, вероятно, не смог бы продержаться слишком долго. Поэтому, пока существо все еще было тут, они попытались как следует за ним понаблюдать. Лем ходил вокруг демона, рассматривая его сверху донизу. Несколько секунд прошло так в тишине. Странно было то, что демон все еще был здесь. Разве призыв не должен был уже закончиться? Глава 518. Демонический контракт. День, бадгелист персонажа. Призыв демона вызывает низшего демона. Время действия. 20 секунд. Потребление. 200 маны. День, бадгелист персонажа. Демонический контракт. Потребляет 500 единиц жизненной силы навсегда, чтобы заключить контракт с более сильным демоном. Лем посмотрел на два приобретенных навыка призыва демонов, а затем на демона перед собой, громко воющего, как бешеная гончая. Хорошо. Неплохо. Я оставлю тебя, пробормотал он через некоторое время. Он все еще не знал, что такое жизненная сила. Но чтобы это ни было, потеря часть ради этого крупного парня оказалась достойной сделкой. Оставишь его, и Алекс, имея были сбиты с толку. Что происходило? Что это был за навык? В следующую секунду Лем снова начал напевать что-то странное, и при этом его глаза мерцали. Ау-у-у-у. У демона было странное выражение лица, когда он смотрел на Лема. Он даже высунул свой толстый большой язык и возбужденно облизнул губы, обнажив два ряда острых зубов. Демон выглядел как сердитый, свирепый, тучный бульдог, стоящий на двух задних конечностях. Его когти были протянуты к Лему, и он каждую секунду точил их. Терся ими друг от друга, словно не мог дождаться, чтобы разорвать его на части. Глядя на это, и Алекс, имея начали волноваться. Лем контролировал ситуацию. Они молча приготовились вмешаться, если что-то случится. И, как они боялись, в следующую секунду ярко-красная аура начала охватывать Лема и демона. Это почему-то сделало демона очень энергичным, и он начал быть еще громче. Ау-у-у, 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 густой черный дым начал окутывать его тело, а черты его лица начали искажаться. Посреди этого хаоса демон внезапно потянулся вперед, чтобы замахнуться на Лема. Два тяжелых удара обрушились на тело Лема, заставив его пошатнуться на месте. И Алекс, имия сразу же выступили вперед, чтобы защитить его, но неожиданно Лем поднял руку, чтобы остановить их. Я сам с ним разберусь. Он должен был сделать это сам. В противном случае он не добьется успеха. Лем уставился на демона и закричал. Успокойся, или ты пожалеешь об этом. Ау-у-у-у. Демон не согласился с ним. Оно продолжало набрасываться на него. Лем отступил на несколько шагов и применил кольцо огня, удерживая демона на месте и не позволяющие ему преследовать его. Лем, что происходит? Что нам делать? Спросила Алекс, с тревогой оглядываясь назад и вперед. Ничего, все почти закончилось. Подожди, Лем ответил. Она все еще не понимала, но у девушки, стоящей рядом с ней, были открыты глаза. Я думаю, он заключает контракт. Мия пробормотала в оцепенении. Контракт с демоном? Алекс ахнула. Теперь она поняла. Заключить контракт с демоном было все равно, что приручить зверя в качестве боевого товарища. Однако, несмотря на то, что в некоторых аспектах они были похожи, в общем они были совершенно разными. Если бы звери-демон одного уровня столкнулись, то, несомненно, победу одержал бы демон. Демоны были намного сильнее, чем одомашненные и прирученные звери. У них была кровожадная аура, которая делала их отличными воинами и боевыми товарищами. Алексу ставилась на демона перед ней. Сможет ли он и вправду заключить контракт с этим демоном? Не удивительно, что он использовал книгу навыков. Кто хотел бы потерять такой удивительный навык, связанный с контрактом? Она вздохнула и с тревогой начала наблюдать за происходящим перед ней. Однако, в отличие от нее, Лям был спокоен и собран. Он был очень недоволен тем, как закончилась битва с Хонгумброй, так что этому пришлось заплатить за это. Успокойся. Лям снова закричал и рубанул демона Ревуна. У него не было ни защиты, ни стойкости сильного демона из бездны. После нескольких ударов демон Ревун получил довольно сильный удар и все еще не мог вырваться из кольца огня, получив несколько дополнительного урона от ожогов. Но демон еще не сдался. Он громко зарычал и начал создавать черные шары. Это была атака темного элемента, и у нее была какая-то самонаводящаяся способность, потому что, когда Лям пытался уклониться от них, атака все еще летела за ним. Демон усмехнулся. Игра окончена. Но неожиданно Лям был по-прежнему спокоен и уравновешен. Этого недостаточно. Он усмехнулся и сразу принял атаки в лоб. Он казался героем, столкнувшимся лицом к лицу с тьмой, но демон не понимал, что Мия уже исцеляла его. Лям продолжал атаковать демона Ревуна снова и снова, и демон также яростно сопротивлялся. Однако сражение было односторонним и предрешенным с самого начала. Это был лишь вопрос времени, когда демон устанет и подчинится контракту. В конце концов, ему пришлось признать силу и могущество Ляма. Что бы он ни делал, он просто не мог причинить ему вреда. Поэтому он неохотно сдался. Ау-у-у. Он издал последний вскрик, прежде чем его засосало в круг со сложными узорами и символами. А в следующую секунду Лям моментально получил уведомление. День унсупс3 бессистемное сообщение поздравляем. Вы успешно заключили контракт с демоном. День унсупс3 бессистемное сообщение хотите назвать своего демона, с которым заключили контракт. Хайм-ымым. Демон Лакей-1. Лям ответил, не задумываясь. Он был измотан безостановочной битвой. День унсупс3 бессистемное сообщение. Ваш демон, с которым вы заключили контракт, теперь называется Демон Лакей-1. Он немного съежился, услышав это, но затем пожал плечами и проигнорировал это. Он упал обратно на землю, полностью лишившись сил. Эммм, что случилось? У тебя получилось? Алекс хотелось грызть ногти от нервозности. Да, все прошло хорошо. Спасибо за помощь, Мия. Лем закрыл глаза и ответил. Мия молча кивнула. Однако Алекс снова была удивлена. Что? Ты помогала ему? Как? Когда? Она так внимательно наблюдала за демоном, что даже не заметила, как Мия постоянно исцеляла его. Кроме того, Лем прямо просил их не помогать ему. Она посмотрела на них двоих, и ей показалось, что они тонко проделывали какие-то трюки. И ци. Так вот почему ты смог приручить его? Алекс закатила глаза. Я с самого начала знала, что будет сложно использовать этот навык с плохой близостью. Плохой близостью? Наверное, ты права. Лем спокойно вдыхал и выдыхал, пытаясь расслабить свое уставшее тело. Кстати, вы обе должны выйти из системы и навести порядок в своих социальных сетях. В противном случае это может выйти из-под контроля. Да. Мия кивнула. Тогда мы уходим. Одну секунд. Алекс нетерпеливо подошла к Лему. Она закусила губу и еще не закончила с парнем. Какая у тебя близость? Скажи мне. Хоть раз всего раз она хотела быть в чем-то права. Лему смехнулся и намеренно поддразнил ее. Как ты и сказала? У меня плохая близость. Какая? Сранга. Хе-хе. Я так и знала. Алекс усмехнулась. Но затем внезапно остановилась. Что ты сказал? Лем тихонько хмыкнул, больше не отвечая ей. Он вытянул руки и ноги на этой грязной обугленной земле, покрытой шрамами только что прошедшей битвы. Он просто хотел вздремнуть. Увидев его таким, сонным и беззащитным, Алекс так и хотела поднять ногу и хорошенько пнуть парня, но молча вздохнула и сдалась. Мия дернула ее за руку, давая понять, что им пора уходить. Ладно, ладно, замолкаю. Пошли. Она снова посмотрела на Лема и не могла не задаться вопросом, сколько же у него хороших близостей. Она знала, что у него хорошая близость к пустоте, по крайней мере, Сранга, и его демоническая близость также была по крайней мере Сранга. Могло ли быть так, что у него были все до единой близости Сранга? Нет. Нечто подобное невозможно. Она покачала головой и, бросив на парня последний взгляд, последовала за Мия из подземелья. Теперь, когда две сестры тоже ушли, в подземелье остался только Лем. Он устало смотрел на сломанный высокий потолок. Казалось, что он вот-вот рассыплется и упадет на него сверху. Я тоже должен уйти. Он бормотал в оцепенении, думая о чем-то и вдруг вспомнил то, что забыл. Лем быстро сел, открыл различные уведомления и свой экран статуса и, наконец, нашел то, что забыл. День. Бадгелист персонажа здоровья минус 500. Значит, жизненная сила означала здоровье? Теперь он понял, это и вправду дорогая цена. Лучше бы этот демон того стоил. Лем вздохнул и закрыл экран. Затем он встал и вышел из подземелья. Рядом с ним тихонько трусила белая лиса, и кроме этой лисы теперь было еще два существа. Одним из них был демон Ревун, с любопытством наблюдающий за всем, а другим был случайный демон, которого Лем вызвал с помощью начального навыка. С этого момента он планировал тренироваться и в этих типах демонических заклинаний. Это была истинная причина, по которой он не хмурился прямо сейчас из-за того, что его здоровье сократилось на 500 очков. После столь долгого пребывания в подземном царстве и наблюдения за столькими демонами вблизи, он не мог не заинтересоваться демонической энергией. Особенно теперь, когда он прошел это подземелье, он мог видеть четкую связь между двумя типами энергий. И пустота, и демоническая энергия были каким-то образом безошибочно связаны. Он не знал, к чему ведет эта мысль, но не мог игнорировать ее. А потом тоже была пропасть. От одной мысли об этом у него по спине побежали мурашки. Нет, я не должен так сильно отвлекаться. Не так много времени, прежде чем все закончатся и начнется апокалипсис. Я не могу цепляться за каждую крошку. Он бросил быстрый взгляд на демона, идущего позади него, а затем на луну. Он сразу понял, чего ему сейчас больше всего не хватает. У него было слишком много лакеев и мало очков опыта. Вместо того, чтобы пытаться искать новых, ему нужно было усилить то, что было в его руке в данный момент, его заклинание, его армию души, его духовного зверя. Пойдемте поохотимся. Выходите, Лем призвал свою армию духовной нежити, подойдя к одному из ближайших мест для фарма. Это была пышная долина с редко встречающимися деревьями и холмистыми горами. Что еще более важно, она была заполнена различными типами мобов более низкого уровня, от 20 до 30 уровня, идеальное место для его небольшой разнообразной армии. Идите, охотитесь, убейте, становитесь сильнее, Лем приказал группе и небрежно упал на траву, быстро заснув. Это место было скрыто между областями мобов более высокого уровня, поэтому вокруг было не так много игроков. Даже если бы кто-то появился, луна бы его разбудила, так что ни о чем было переживать. Кроме того, был еще один парень, который следил за всем. Демон Ревун лежал на траве рядом с Лемом, словно бульдог-хранитель, зорко наблюдая за всем, что происходит вокруг них. В отличие от других, демону не нужно было повышать уровень, охотясь на эту меньшую добычу, потому что уровень демона был таким же, как у Лема. 50-й. Так что, если в данный момент к ним подойдут другие игроки, они об этом пожалеют. Тем временем снаружи, в реальном мире, как и предвидел Лем, назревал ужасный шторм. Алекс и Мию много критиковали в социальных сетях, но это было не самое худшее. Хуже всего было то, что Мию вызвал совет директоров компании ее отца. Глава 519. Мат в огромном конференц-зале на 10-м этаже здания сидела группа мужчин, одетых в роскошную деловую одежду. Их костюмы, наверное, стоили несколько тысяч долларов. Что еще более важно, у всех был равнодушный, надменный вид, и они были явно недовольны тем, что их заставляют ждать. Что случилось? Принцессы еще нет? Джонатан Ховстадир, сидевший на стуле во главе стола, насмешливо прокомментировал. Когда отец Мии был жив, он всегда называл ее своей принцессой, и мужчина, не колеблясь, высмеивал слова своего мертвого брата. И это жестокое замечание не задело других собравшихся шишек. Мужчины, сидевшие вокруг стола для совещаний, либо равнодушно продолжали заниматься своими делами, либо пренебрежительно ухмылялись, как и занимающий место во главе стола. Только один человек крепко сжал руки и ответил. Дядя, вы намеренно заранее назначили время встречи, зная, что Мия все еще отвечает на вопросы прессы. Ри посмотрел на человека, который когда-то был дружелюбным и поддерживал их, но сейчас полностью отвернулся от их бедственного положения. Мало того, он хотел проглотить всю компанию и даже дом Мии личное имущество. Ри ненавидел этого парня. Он всегда чувствовал плохое предчувствие на его счете, как будто все в этом человеке было фальшивкой, и теперь его истинное лицо было видно всем. Хех, я не делал ничего подобного. Кроме того, если ей важна компания, она должна была организовать другие дела на сегодня позже. Джонатан Ховстадир просто пожал плечами. Вы сказали ей неправильное время. Эта встреча должна состояться через два часа. Тогда почему все остальные здесь? Ри просто не мог больше этого выносить. Он встал сердито, но прежде чем он успел сделать что-то, а чем потом пожалеет, дверь конференц-зала снова открылась, и вошла Мия. Сразу все затихли. Все глаза в комнате повернулись, чтобы посмотреть на нее и увидеть побежденное выражение на ее лице. Однако то, что они увидели, было совсем другим. Девушка была как всегда уверена в себе, и на ее лице не было ни малейшего признака разочарования или печали. Она выглядела как чистый ангел, сделанный изо льда, когда вальсировала, надев простое и элегантное белое платье. Ее длинные медово-светлые волосы свободно свисали, танцуя, как каскадный водопад. С каждым ее шагом.